МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь является объединение тех людей, которые хотят учиться. Второе — это круглый стол. Это то мероприятие, где мы вместе с вами можем увидеть единомышленников, тех людей, которые хотят развивать это движение и весь танцевальный спорт. Также на этом круглом столе мы попробуем ответить на ваши вопросы относительно того, что же это такое. Это движение «Новое поколение». Мы убедительно просим вас выключить свои мобильные телефоны или перевести их в беззвучный режим, не производить видео- и аудиосъемку. Весь конгресс будет сниматься на профессиональное видео и впоследствии в бесплатном доступе будет выложен в приложении «Дансфилм Апп», где вы сможете еще раз познакомиться со всеми лекциями наших уважаемых специалистов. Также мы хотим от вас получить обратную связь. Мы действительно хотим проанализировать, что вы хотите слышать на таких мероприятиях. Поэтому вы получили при регистрации анкеты, которую мы просим вас заполнить и в конце передать организаторам. На круглом столе и в принципе сейчас на всем конгрессе и впоследствии вы сможете вступить в движение «Новое поколение». Для этого нужно всего лишь заполнить заявление и анкету и передать его либо мне, либо на стол ведущего. Членами этого движения могут быть танцоры, судьи, тренеры, достигшие 18 лет. Но в основном это к танцорам. Что же такое это «Новое поколение»? Я вкратце поясню. «Новое поколение» — это не значит «молодое поколение». «Новое поколение» — это целый пласт людей, которые хотят мыслить по-новому, которые открыты к творчеству, которых объединяет общий взгляд на современные технологии. Слово «международное» означает, что нашими единомышленниками являются очень много людей в других странах. Слово «профессиональное» объединяет нас тем, что танцы — это наша профессия. Приятного всем дня, всем спасибо. Конечно же, мне досталась самая нелегкая участь — это начинать конгресс. Как мы его начнем, так мы его проведем. Поэтому все зависит от меня. Дорогие друзья, я думаю, что в свете последних событий, я не уберу, конечно, никаких политических, а именно в изменении тенденции вообще того, что происходит в мире спортивных танцев, то, что меняется критерий судейства, меняется вообще вся судейская оценка, нам нужно немножечко всем вместе образовываться и понимать, что мы хотим судить, следовательно, что мы хотим тренировать, и потом понимать, что мы будем оценивать. Потому что во многих странах это уже заведено. Я надеюсь, когда-нибудь мы тоже дойдем до этого принципа. Я вот буквально на прошлой неделе оценивал чемпионат Дании, и у них очень интересная вещь. В субботу чемпионат, а в воскресенье, это даже не круглый стол, а это опен-форум с судьями, куда могут прийти все танцоры, куда могут прийти все тренеры и задать анонимные на бумажках написанные вопросы или личные вопросы. То есть, в принципе, вопросы были следующие. И это был один из основных. Ваше принципиальное видение того, что вы судите, какие ваши приоритеты и так далее. И когда сидит много танцоров, которых ты только вот вчера оценивал, и они задают тебе вопрос, какие твои приоритеты, вот здесь начинаешь себе задавать в первую очередь вопрос, а действительно какие приоритеты? Вот выходишь, у тебя есть компьютер в руках. И приоритеты, конечно же, должны быть разные в разных группах в первую очередь, в разных классах. То есть, когда мы, конечно, оцениваем пары С-класса юниоров и пары М-С-класса взрослых, мы абсолютно должны по-разному смотреть на них, да, и мы должны думать по-разному. И в эти моменты у нас потом как раз был, я тоже читал лекцию там же, на судейском конгрессе, так же, как сегодня, я думаю, что мы должны, это не то, что лекция, это больше обсуждение, и чем чаще мы будем встречаться на такие обсуждения, тем, я думаю, мы выработаем, ну, единый взгляд, конечно, настроен никогда не выработается, но какие-то единые, единое мышление, да, потому что в любом случае для каждого тренера, так же, как для каждого судьи, есть свои приоритеты. Для кого-то это музыка, для кого-то это само движение, механика движения, для кого-то это мысль, да, с которой, почему, да, то есть, вот я, например, я лично, я смотрю, как это делается, да, то есть, для меня важнее механика, для кого-то важнее мысль, да, почему происходит одно или другое движение, что тоже, опять же, немаловажно. Поэтому сегодня, я думаю, что у вас впереди действительно много разнообразных, интересных лекций, каждый возьмет какую-то свою частичку, да, потому что, понятное дело, что за полчаса открыть Америку вряд ли у кого-то здесь получится, но взять какую-то тему и ее развить, я считаю, что получится у каждого и об этом поговорить. Поэтому моя тема, которая мне бы хотелось сегодня ее немножечко развернуть, это тема веса, да. Это можно с разных сторон смотреть, да, тема набора веса, тема потери веса, но я думаю, что мы уйдем в тему использования веса. Поэтому я хотел бы пригласить, у меня есть, так как я уже только могу про тему набора веса разговаривать, но есть люди, которые еще могут это показать. У меня мои ассистенты, Семен Хржановский, Елизавета Лыхина, которые мне немножечко помогут. Итак, у нас есть разное использование, да, то есть это статический вес, в принципе, то, что нам всем очень нужно, если посмотреть на пары, которые выступают на турнирах, мы уже увидим, что очень часто изначально выстроенная позиция спортсмена, да, она уже неправильная, да, потому что если я вижу, я сейчас пока, Семен, тебя замещу, пару, которая начинает уже вот изначально вот так, да, то я вот понимаю, что сейчас у партнера начнутся проблемы, ну и у партнера, следовательно, тоже, да, потому что никакой диагонали нет, чтобы мы не танцевали, чачу, и так далее, то есть уже, если я начал падать вперед, да, то тут же ломается все, ломается использование ног, ломается ритм, да, потому что никакого тайминга во время падения стихийного вперед нету, ломается видение, то есть изначально мы должны все-таки вспомнить, для меня это все равно три точки в одной линии, это затылок, пятая точка и наши пятки, из которой, в принципе, все начинается, да, то есть, и вот как ни странно, для пар, когда вот так их ставишь, реально, и говоришь, вот, ну, партнер иногда не верит, говоришь, ну, давай, вот партнер сейчас посмотрит, вот партнер выстроил свою линию вот так, он говорит, не, я сейчас вот так вот стою, потому что настолько уже привыкли стоять вот там, что нормальная, ровная позиция позвоночника уже кажется для человека, что он просто уже лежит сзади, да, объясню почему, то есть смотрите, когда мы построили позвоночник ровно, мы можем свое давление направлять в пол и дальше продолжать танцевать каждый в первую очередь на своих ногах, да, то есть я не ложусь на партнершу и начинаю на нее стихийно падать, следовательно, партнерша, понятное дело, что начнет тоже от меня уходить в эту сторону, все мы знаем, что назад мы двигаемся, чем? ногами, следовательно, мне нужен вес, чтобы двигаться ногами, больше впереди, но если партнер уже лег на партнершу вперед, то никакого веса впереди у партнерши быть не может как бы тактически, поэтому мы сейчас сделаем просто шаги по отдельности, боком, да, потому что так вас будет видно лучше, шаги румба вперед, и вот постарайтесь, работая, мы сейчас не будем говорить, да, про тело, ребра, лопатки, бедра, все очень хорошо, мы сейчас просто сохраняем вес над ногами, вместе с движением вперед, и поехали, и два, и три, и четыре, и вес в пол, раз, и опять два, и три, и четыре, раз, то есть, как видите, вот сейчас все это понять дело очень просто, логично, но это, опять же, редко получается, если мы идем назад, вес у нас уходит чуть больше вперед, чтобы нам освободить ноги, и мы пошли, и два, и три, и четыре, стоп, и видите, вот, то есть сначала все равно мы доходим весом ровно, и потом, когда мы начинаем освобожать ногу, чуть оставляем вес впереди, опять доходим ровно, вес впереди, ровно, вес впереди, ровно, вес впереди, ровно, хорошо, теперь, когда мы все-таки беремся за руки, очень часто слышишь в судейских, среди тренеров, такую вещь, что абсолютно не хватает в паре дыхания, для меня, что такое дыхание в паре, это не когда мы дышим носом, ртом, а когда мы дышим нашим весом, да, что мы делаем, вот мы встретились, у нас вес чуть сзади, теперь, если мы дышим, то есть для меня вот дыхание, это перемещение своего собственного веса по стопе, вперед-назад, вместе с ощущением партнерши, да, то есть мы встали, здесь мы чувствуем, что у нас вес чуть-чуть сзади, с этого мы начинаем, мы подходим к партнерши, и я хочу, чтобы те, кто смотрят на меня со спины, все равно понимали, что происходит в паре дыхания, очень часто, когда вы слышите на турнирах, особенно, когда судишь, вот это вот, но при этом, внутри тела абсолютно ничего не происходит, ну, для меня это выглядит немножечко карикатурно смешно, потому что любой звук, я не против, я все против, но если как бы это нравится и хочется, да, вот этих вот самурайских немножечко подходов к спортивным пальным танцам, но это в первую очередь должно быть охарактеризовано движением в теле, следовательно, движением веса, то есть если вы хотите крикнуть, да, и сделать выдох, то это в первую очередь должен выдыхать вес в ноги, а не ваш рот, поэтому, опять так же боком, и уже дышим весом внутри пары, друг к другу и полностью друг от друга, и друг к другу, и друг от друга, и начинаем сейчас двигаться, и три, четыре, опять вес друг к другу, стоп, и теперь вес идет точно в пол, и отправляем партнершу весом, стоп, опять вес в пол, и к партнершу, к себе, стоп, вес в пол, вращение, стоп, то есть видите, опять любая смена нашего направления происходит весом, не верхом, не руками, а то, что партнерша подошла, и дальше мы весом ее вращаем, тогда она чувствует, что она и повернулась быстро, но при этом она чувствует, что она стоит уверенно на полу, как только вы все знаете, что вы стоите уверенно на полу, то тут же дальше происходит очень много сопряженных к этому событию, у вас появляется уверенность, у вас появляется музыкальность, и так далее, и тому подобное. Еще разочек. Встретились с весом, отправили ее весом, весом оба дотанцевали в пол, к себе весом потянули, весом развернули. Стоп. Точно так же сейчас мы весом и телом будем показывать, куда мы ее ведем. Два, три, опять весом сейчас отсюда, встретимся друг с другом и опять весом разойдемся. То есть все время вот это ощущение дыхания, но оно идет все время через давление в пол и через ощущение вашего веса. То есть смотрите, это немножко, если мы строим по частям, да, то в детском танцевании, да, это, наверное, только вот эта вертикальная позиция, да, и вертикальное использование движения, чтобы никогда не портилась вот эта линия, чтобы вот это вот или вот это вот не появлялось. Дальше, если мы двигаемся чуть вперед, в юниорское танцевание, да, то это уже начинается дыхание и совместное передвижение, да, использование ведения с помощью, опять же, веса. И если мы переходим еще на уровень выше и идем в молодежь и во взрослые, здесь появляется еще один момент, о котором хотелось бы поговорить. И он тоже такая, грань очень тонкая, потому что сейчас у нас появилось один из критериев нашей оценки, это хореография и презентация, да, и вот когда мы говорим о хореографии, да, как строить композицию, то, опять же, с одной стороны мы это обсуждаем очень часто, я это слышу от своих коллег, от вас, и очень правильные вещи, что все равно хочется, ну, чтобы мы немножечко остались у истоков вообще танцевального спорта, да, чтобы мы развивались внутри классики, так скажем, да, не переходили в прыжки, шпагаты, бег и так далее, а все-таки старались найти какие-то интересные вещи, интересные моменты внутри обычного бейзика. И как раз здесь, опять же, я считаю, что вес это ключ к успеху, потому что если вот мы будем использовать экстремальный, да, вот позицию у нас есть, овербаланс, да, позиция экстремального баланса, когда мы действительно используем вес, то мы на абсолютно обычных фигурах, на абсолютно обычных бейзиковых фигурах можем, усовершенствовав их, показывать абсолютно другое качество и опять же сохранять интерес публики, я считаю, потому что для меня, как и для зрителя, и как для судей, не вызывает интереса, когда партнерша садится на шпагат. Ну, не знаю, может быть, у кого, опять же, я говорю, это мое мнение, да, если у кого-то вызывает, я очень рад, потому что оценивая румбу, да, ну вот партнерша села на шпагат, сидит. Что в этот момент я должен оценить? Как хорошо она села, как глубоко, ровно, ну вот, понимаете, и очень часто вот на это делается акцент, который по мне, ну, я не знаю, я вот, я ставлю свои оценки за движение, да, вот когда я вижу, что настолько движение, да, вот смотрите, мы сейчас станцуем хип-твист Вера Лиман, да, обычный, мы танцуем. Два, три, четыре, два, три, четыре. Теперь на этой же базе, чуть-чуть добавляя везде, мы делаем. Четыре раз отправляем партнершу, то есть я показываю, смотрите, она показывает красивую линию, длинные натянутые ноги, да, теперь я показываю, что я еще контролирую полностью ее движение, да, то есть, вот если она сейчас будет ногу поднимать, ее буду поднимать я, видите, не она, а я своим центром. Дальше я показываю, насколько я аккуратненько контролирую ее переход обратно в стоп, видите, вот сейчас она уже в своем балансе, дальше мы переходим в нормальный бейзик, я ее отправляю, это уже нормальный бейзик. Теперь посмотрите, перед, вместо хип-твиста мы сделаем три, она опять придет ко мне полностью, полностью, не, еще можно больше, вот здесь, чтобы вот сюда, стоп. Теперь, знаете, мы показываем, что мы еще знаем, что такое дилей, спираль, встретились, опять же, внутрь, весом, вернул партнершу на ноги, опять, посмотрите, весом разошелся, чтобы у нас сейчас получился полностью вот этот контрбаланс, и скоростью ее отправил обратно в веер. То есть, посмотрите, по идее, на той же базе, что у нас есть, хип-твист, вера-ли-ман, чуть-чуть усложнив именно использованием веса, мы делаем уже два, три, чуть так, поравно, так здесь добавляем, поднимаем ножку центром, очень хорошо, здесь мы танцуем обычный бейзик, здесь опять партнерша мне даст полностью вес, через дилей мы станцуем спираль, опять вес, и партнершу вывели. Вот для меня вот это сложность композиции, и это то, что смотрится интересно, потому что вот это сделать на турнире сложно, видите, да, я очень люблю на самом деле, когда пара ассистенты делают любые ошибки, да, вот сейчас Лиза здесь, там ногу сама подняла и так далее, потому что в первую очередь это смотрится натурально, да, они не смотрят, что мы с ней всю ночь готовились, еще вчера весь день, и теперь она как робот все мне сделала, да, как тебя зовут, Вася, кем хочешь стать космонавтом, кем-кем, Вася, вот я не хочу, чтобы так выглядело, да, то есть это абсолютно нормально, когда-то не дошла, где-то перешла, и это как раз и сложность в композиции, потому что если у них это не будет доработано до просто автоматизма на тренировке, только тогда это сможет получиться на турнире, вот на шпагат сесть на турнире это просто, а побороть свое волнение, побороть свое, да, напряжение на турнире и станцевать вот это движение веса везде точно, вот это сложно, и вот это уровень танцевания пары, и здесь опять же просто очень обидно, и я считаю, что действительно у нас в наших, в нашей федерации, да, которая называется ВДСФ, у нас она называется СТСР, у нас очень много тренеров, которые, ну, великолепные, качественные и так далее, и действительно обидно, обидно, когда, все равно, я думаю, что и у вас, у всех много знакомых, там, из РТС, из WDC, и очень обидно, когда про нас говорят, как про аэробику, да, что у вас только быстрее, выше, сильнее, вы бегаете, прыгаете и на шпагатах ездите, да, по турниру, это не так, я считаю, что мы должны поощрять пары даже на турнире, которые, может быть, это не так зрелищно выглядит, но это танцы, да, вот танцы, это все равно, это взаимодействие с партнершей, это использование веса, это, я считаю, что с точки зрения тренеров, это находки интересных каких-то моментов, вещей с использованием, опять же, веса друг друга и тогда усложнение вариации, да, усложнение композиции, а не когда, ну, мы там, партнер на каблуках проехал, ползал, да, партнер же за ним там на шпагатах пошла, ну, вот, вот к этому не хочется, чтобы мы уходили, да, поэтому сейчас я прошу их собраться немножечко, на холодные мышцы в 10 утра показать, как они могут использовать вес, итак, еще, опять же, начало румбы, да, это как вариант и как интерпретация, не обязательно так делать, посмотрите, если, как бы, начинает его партнерша, то есть мы делаем весу друг к другу, друг от друга, партнерша начинает вот уже практически падать, и теперь, посмотрите, за счет центра, вот я всегда всем партнершам, с которыми занимаюсь, говорю, ты начинаешь движение, начинай, и оп, на самом деле, конечно же, как и всегда, я обманул женщину, чем? Тем, что ей кажется, что это она начинает, на самом деле, все начинаю я, но, если она просто будет стоять и ждать, пока я начну, четыре раз, то она никогда не среагирует вовремя, если она, если я ей даю ощущение, что она начинает это движение, что она активная, вом, то две активности, они будут как раз, если они вовремя, это будет то, что нужно, да, поэтому сейчас мы это и увидим, партнерша начинает, и четыре, используем вес, и два, показываем очень хорошие вытянутые ножки, центром ее поднимаем, стоп, возвращаем, стоп, стоп, в центр баланс, и теперь уже встречаемся, хорошо, отправили ее, остановили, обычный бейзик, протанцевали телом, стоп, и вот здесь показываем, точно все направление веса идет в центр и в руку, возвращаем партнершу обратно, через дилей танцуем, спираль, опять встретились, показали, стоп, только не животом, а бедрами, бедрами, вот, теперь ушли назад, показали, что это был все время сейчас, партнер отвечал за баланс, партнерша, да, теперь у нас контр баланс, и скорость из контр баланса, выход в веер, очень хорошо, ну, я думаю, что мы, да, вам можно поаплодировать, если есть медленная румба, такая вот прям, для эстонских дружественных танцоров, -эстонских дружественных танцоров, В таких случаях я всегда говорю паром молодцы, очень хорошо, а теперь и под музыку. Когда мы были дети, начнешь меня любить, и я тебе скажу, если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь, если ты уйдешь. Но для меня это понятное движение, то есть мы, опять же, на том же конгрессе, я себя не совсем удобно чувствовал, потому что, когда выходишь на конгресс перед мэтрами, потому что там была Элина Джеймс, Питер Стокебро и так далее, я сказал, что давайте мы сегодня сделаем не конгресс судейский, что у меня будет лекция, а мы с вами пообсуждаем. У нас будет такой вот open forum, такой же, как был с парами, потому что мы тогда уперлись, тема была хореография и презентация. И вот если каждый из вас, так же, как я себе, зададим вопрос, вот какой, если вас спросят, вот вам попался, вот вы сели с января месяца, как вы знаете, с 2017 года, все даже турниры world open, которых очень много по миру, будут проходить по системе 2.1. То есть вот мы сели перед компьютером, и вот вам критерий приходит, хореография и презентация. Особенно, особенно, когда мы судим не в финале, да, там, соло-танцы, а в четвертьфинале. Я считаю, что это один из самых сложных компонентов, потому что, ну, хореографию, как сказать, в общем объеме, да, можно оценить только тогда, когда, как в фигурном катании, вы видите исполнение одной пары полторы минуты, да, потому что там очень много саб, да, этих компонентов, подкомпонентов, да, по которым можно как раз вывести общую оценку. Когда мы, нам попадается этот критерий во время четвертьфинала, да, и у нас с вами 8 пар перед нами, то оценить хореографию и презентацию, вот, как бы, в общей сложности очень тяжело. И вот здесь, вот, мне задали там вопрос, вот какой будет все-таки приоритет? Нет, вот хореография и презентация пришла, вот какой приоритет на пару все равно есть 5, 7, 10 секунд? Вот, наверное, по мне приоритетом будет найти момент, ну, по мне, так скажем, умного использования хореографии, потому что, ну, презентация, опять же, вот, например, в четвертьфинале для меня презентация, она будет абсолютно другой, чем в финале, потому что в финале, понятное дело, что пара уже танцует, так скажем, шоу, да, то есть это уже, особенно если это соло-танец, это вообще шоу. А если это 8 пар, и перед ними 2 пары, да, они оказались в середине, вот презентация в этот момент, например, для меня будет той, как они смогут сохранить объем внутри пары. Не как они его будут стараться перекидывать зрителям, да, через пару, и вот достучаться до них, а наоборот, станцевать настолько вместе, настолько совместный танец посередине паркета, что не пытаться до зрителей достучаться, а наоборот, оставить его внутри. По хореографии презентации я считаю, что вот, опять же, смотря, так как для меня, я, честно, никогда это не скрывал, самое важное – это механическая составляющая танца, то я буду действительно искать интересные моменты использования простых вещей. Вот то, что мы сейчас видели, да, и потом, когда она уже вышла в веер, да, можно тоже закрыть партнершу и немножечко использовать вес здесь, а потом ее обратно открыть и так далее. То есть мелкие, но очень такие интересные моменты, в которых именно и выражается сложность в простом, да, потому что сложность в сложном, наверное, проще показать, чем сложность в простых движениях. И поэтому моя просьба, да, ко всем, так же, как и к себе, давайте искать, особенно в юниорах, да, в молодежном танцевании, не будем слушать родителей, которые просят шпагаты, да, они ко мне тоже приходят, поверьте, и говорят, у меня дочка на правую ногу просто так растянута. Можно ей в каждом танце шпагат? Ну, можно, но не нужно. И все-таки давайте поощрять точно так же, когда мы уже стоим с компьютерами на паркете пары, которые, да, они идут сложным путем. Это точно так же, как в детях. Вот я всегда борюсь и с судьями, и с теми, кто так считает. Да, понятное дело, что в детях вот такое просто отступление большое. Вот такой джайф выглядит более, ну, как сказать, ритмично, легко, молодцы. Но вот я всегда, если я вижу пару, которая старается танцевать настоящий джайф, да, когда она чувствует вес, когда она переходит, и она сгибает вовремя колени, и пусть это у нее чуть хуже получается, чем те пары, которые вот насмотрелись в этот мультик про антилопу, которая ногами била, и там баксы вылетали. Помните такой, да, был? Вот я все равно как-то к таким парам склоняюсь. Давайте идти сложным путем, тернистым, да, но который потом не нужно переучивать. Точно так же, если все-таки в юниорах один. Да, может быть, мы не достигнем сразу этого результата, но мы будем пары обучать использованию веса, отношению именно друг с другом, как мы используем вес, это будет не так зрелищно, но мы идем тогда правильным путем. И тогда мы в молодежи не будем сталкиваться с тем, что дальше их надо только переучивать, а не учить. Поэтому, ну, вот это была тема моей лекции, к сожалению, конечно, за полчаса я бы хотел больше, но вот я им просил их, говорю, можно час? Они говорят, нет, вот полчаса и все, иначе люди уйдут. Спасибо огромное. Я желаю вам хорошего дня. Белые аплодисменты. Хорошего конгресса. Большое спасибо. Великолепная лекция. Добрый день. На самом деле, замечательная лекция была сейчас у Алексея, и, наверное, я буду продолжать то, что в данном случае начал Алексей. И, может быть, немножко разъясню некоторые вещи, которые для меня очень важны вообще как бы в танцевальном любом направлении, не только больные танцы, и в любых танцевальных новых инновационных каких-то направлениях и так далее. Это координация, это контроль своего тела, это знание и ощущение каждой части тела по миллиметрам внутри себя, что происходит, какая работа, какая в данном случае механика происходит в теле. И частично, поверхностно немножко мы с вами затронем простые вещи, которые для меня даже на профессиональном уровне являются очень важными и главными. И самое главное, что хорошее такое сейчас Алексей сказал слово, то, что простые вещи, они являются самыми сложными. Это действительно так. Потому что научиться координировать свое тело и знать его на все 100%, не всем удается. Но просто нужно обращать на некоторые самые элементарные и простые вещи внимание педагогам. Соответственно, для меня, как для судьи, это тоже важно. Визуальный эффект и контроль, который на данный момент может быть над своим телом. В какой момент мы можем музыке отобразить просто элементарное движение кисти, глаза, стопы, корпуса и так далее. Это музыкальные эффекты. В данном случае тайминг, который мы можем раскоординировать, скоординировать в своей схеме и введении по вариации. Это будет в музыку или не в музыку. И, соответственно, в данном случае, тот, тема, которую сейчас Алексей взял в вес, точно так же попробовать скоординировать свое тело, чтобы получилось то, что сейчас вы видели у ребят. Хороший показ. Наверное, случайно так получилось. Это, наверное, продолжение и объяснение тех вещей, которые в данном случае было у Алексея. Мы специально это не делали. В этом случае мне помогут хорошие танцевальные пары, Мазур, Данил и Полонцкая Анастасия. Мои ассистенты. Времени у нас не так много. Хотелось бы сказать гораздо больше, чем получится. Но я постараюсь побыстрее. Давайте начнем с самого простого. Значит, речь пойдет о трех частях нашего тела. Это стопа, в данном случае сустав, который соединяет нижнюю и верхнюю часть. Вторая часть – это колено. И третья часть – соединение ноги и тазобедренной косточки, где у нас в данном случае соединяется наша нога. Вот эти три сустава, которые в данном моменте очень важную роль играют и для веса, и для координации, и для визуального эффекта. В моем понимании это, ну не знаю, не только важно, а очень важный момент – это база для детей, возраста дети 1, дети 2. И это возможности в любителях и в профессионалах координировать свое тело в разных интерпретациях своих вариаций. Значит, смотрите, давайте попробуем сделать следующим образом. Я вас попрошу станцевать кукарачу. Да? Сейчас без пока перемещения, а просто на данный момент вращение восьмерочки наших бедра. Хорошо? Подсчет. И два, три, четыре раз. И два, три. Замечательно. А теперь можно повернуться сейчас во фронтальном положении для зрителей. И еще раз то же самое станцевать. И два, три, четыре раз. И два, три. Замечательно. В принципе, ничего такого хорошего или плохого в данном случае не произошло. Значит, давайте мы с вами проконтролируем две вещи, дорогие друзья. Я сейчас буду практически как будто индивидуальный урок вести, чтобы вы видели, как это работает в реальности на ваших спортсменах, и вы можете это использовать. Посмотрим на сустав, в данном случае стопы, и куда он будет направлен. Вперед по направлению к нашему фронтальному положению. И что происходит в данном случае у нас с нашим коленом? Колено у нас находится вертикально в том же направлении, которое стопу мы сейчас поставили. Далее, что происходит с нашим суставом, которое находится в соединении этой забедренной косточки и ноги? Боком. Давайте встанем зрителем. Теперь попробуем в этом положении станцевать кукарачу. И два, три, четыре раз. Два, три, четыре раз. Чуть-чуть поактивнее. И два, три, четыре раз. И два, три. Данил, тебе удобно? Нет. Странно, почему? Давайте сейчас мы просто попробуем сделать следующим образом. Как у нас сустав колена в данном случае работает только на разгибании и сгибании? Только в одной плоскости. Он не может вращаться вокруг оси. Значит, здесь проблема не может быть. В чем же может быть проблема? Стопа. Она может двигаться по кругу? Частично. Может. Да? Давайте мы попробуем сейчас подумать, насколько стопа влияет на позицию в бедре. Если здесь у нас не вращается, значит, изменение стопы куда будет на данный момент влиять? По факту на бедро. Соединение тазобедренной косточки и ноги. Если мы ставим стопу по шестой позиции, в данном случае наши бедра находятся вертикально, и тазобедрная косточка горизонтально. В этом случае мы получаем естественную позицию корпуса нашего корсета. Если мы немножко разворачиваем стопу, то что происходит у нас здесь? Наверняка многие занимаются хореографией. Получается, так называемое, мы говорим, открытые бедра. Если мы совсем развернем, то еще больше наши косточки в тазобедренном суставе развернутся. Соответственно, давайте попробуем частично в диагональ развернем стопу и попробуем сделать все то же самое, только уже при правильном положении стопы. Частично развернутые. И два, три, четыре раз. Два, три, четыре раз. Ощущение получше? Визуальная разница была видна для вас сейчас? Да? Отлично, замечательно. Теперь смотрите дальше. Мы сейчас нашли момент, когда у нас сустав в естественной форме любого даже танцора, если не танцора взять, мы можем выстроить какую-то визуальную, какую-то правильную картинку. А мы знаем о том, что у нас корпус должен быть более-менее растянут, да? Чтобы это было более правильно, да? От копчика до макушки. Следующий момент. Перемещение и координация в корпусе, оно должно контролироваться, первое, визуально красиво, второе, это контроль веса и изменение нашего тела в перемещении в пространстве, да? И плюс к этому ко всему, мы еще должны музыкально это все воспроизвести. А если мы не контролируем и координируем наши стопу, колено и бедро, ну, это будет немножко проблематичнее. Едем дальше. Давайте сделаем сейчас то, что мы все с вами пытаемся просить у наших спортсменов, поставить бедрышки вперед. Вот здесь есть некий казус. Если мы сейчас проговорили то, что стопа влияет на позицию в суставе ноги, да, то в данном случае это только движение снизу наверх. Дальше посмотрим, что происходит. В данном случае тазобедренный сустав отдельно от ноги. Мы можем перемещать только ногу, либо только бедро. В данном случае тазобедренный кость двигается, наша нога находится в бездейственном положении. Мы можем туда-сюда, вперед-назад, да. Попробуем сейчас эту косточку поставить более вертикально и продолжить линию ноги в соединении тазобедренного сустава, чтобы наша тазобедрная кость продолжала, да, линию вертикальную, а не заканчивалась и начинала новую линию. Добавляем позицию тазобедренной косточки, хорошо? При позиции стоп мы добавляем еще и позицию до центра, да. Попробуем все то же самое станцевать еще раз кукарачу. И два, три, четыре раз. И два, три, четыре раз. И два, три, четыре раз. Насколько сильно изменения произошли от предыдущего раза, то, что ребята танцевали? Не глобально, немножко, да? Хорошо. Но были изменения или нет? Были? Это более вертикально, да, было? В данном случае не бросается в глаза, что это криво. Вопрос к судям, наверное, присутствующим. Насколько в данном случае у нас в процентном соотношении наши спортсмены выглядят красиво. Слово «криво» в ваших словах, в общении друг с другом, не присутствует. Вот эта пара красивая, а вот эта красивее, а эта еще красивее. Или все-таки мы используем такое слово, как «криво». И дальше интерпретация этого слова в зависимости от контекста нашего разговора с вами, да? Так вот, мне бы хотелось, чтобы наши пары были максимально красивее. Едем дальше. Сейчас попробуем, в частности, поговорить еще раз о стопе, о колене и о тазобедренной суставе уже немножко на перемещении. Значит, что касаемо стопы, она может двигаться в разных направлениях, да? И в визуальном, для правильного положения, наверное, хореографии и так далее, мы будем использовать внутреннюю часть стопы на большом пальце. В данном случае сустав работает вовнутрь, либо на внешнюю часть, вовнутрь, либо на внешнюю часть, да? Попробуем проконтролировать внутреннюю часть, чтобы в данном случае использовалась внутренняя часть ноги в перемещении с одной точки в другую. Хорошо? Попробуем. Добавляем шаги у нас в сторону. Два, три, четыре раз. Два, три, четыре раз. Я буду медленно. И два, три, четыре раз. И два, три, четыре раз. И два, три, четыре раз. По стопам, в принципе, все в порядке, да? Едем дальше. Давайте попробуем по шестой позиции танцевать. И два, три, четыре раз. И два, три, четыре раз. Два, три, четыре раз. Разница видна, да? Очевидно. Или не видна? Видна. Едем дальше. Колено. Что в данном случае мы можем использовать в этом колене? Ну, только сгибание и сгибание, правильно? По факту в данном случае работа только в одной плоскости. Давайте мы попробуем сделать следующим образом, друзья мои, да? Почувствуем выпрямление ноги и сгибание. Просто элементарное действие. И фиксация в данном случае будет при выпленном колене задней частью поверхности нашего бедра и сухожилия. Сгибаем, выпрямляем. Плоскость у нас та, которую мы на данный момент выбрали. Поменяв в суставе направление колена, мы можем это сделать в другом направлении. Да? Поменяв направление колена, мы можем это сделать в том направлении, куда колено наше смотрит. В данном случае у нас является шаг в сторону. И направление, если мы говорим по стопам, не шестое положение, а частично развернутое, значит, частично диагональ. Значит, в диагонали у нас на данный момент будет и выпрямление. И здесь очень важный момент, что мы выпрямляем колено исключительно прямолинейно. Попробуем сейчас добавить выпрямление колена и фиксации этого положения ноги, но с небольшим ускорением с точкой. То есть быстро выпрямляем колено прямолинейно в том направлении, которое мы сейчас в данном случае выставили в стопе. Хорошо? Давайте попробуем. Да, два, три, четыре. Стоп. И вот теперь следующий момент. Добавляем выпрямление колена прямолинейно и меняем колено свободное на опорное. Опять. Переносим вес, делаем выпрямление колена с фиксацией, двигаемся дальше, подводим, сгибаем. Колено. Выпрямляем только одно колено, меняем одно движение на другое. Добавляем только работы колен. Уже с тем, что в данном случае мы проговорили внутреннюю часть стопы. Поехали. и два, три, четыре, раз и два, и три, и четыре, раз и два, и три, и четыре, раз. Хорошо. Давайте попробуем заставить сейчас фронтально к зрителям и станцевать все то же самое, думая только о стопе и о колене. Попробуем. И два, и три, и четыре, раз и два, и три, и четыре, раз и два, и три, и четыре, раз. В данном случае появился какой-то ритмический рисунок в плане заполнения между позициями в ногах, да, есть какое-то ускорение наступания и дальше продолжение движения в бедрах. Здесь вопрос, насколько сейчас было красиво исполнено кукарача, для вашего взгляда, или же все-таки что-то было не то? Ребят, нормально, пойдет. Хорошо. Давайте мы сейчас вспомним про то, что мы говорили в начале. Это забедренный сустав, который двигается сам по себе автономно, или может на данный момент двигаться нога автономно от забедренного сустава, соединяя это в единую линию, перемещать эту часть четко в вертикальном положении. Что у нас поменяется? Давайте попробуем добавить нашу первую начальную позицию в вертикали, да, ноги и тазобедренный сустав. Плюс добавляем стопу и колено на ускорение, на постановку ноги. В данном случае есть одна проблемка, которые очень часто я вижу на соревнованиях, даже уже у высокого уровня танцевания. Что вращение у нас происходит на опорной ноге? Что мы вращаем? Что мы поворачиваем вокруг оси, когда мы двигаемся вперед, когда мы двигаемся назад, в сторону? Естественно, мы сейчас все говорим о том, что у нас идет вращение бедерной части. И мы пытаемся максимально сейчас активировать работу бедер. Но очень часто мы не задумываемся, почему же у наших учеников не так все хорошо и красиво получается. Вопрос, ответ очень простой. В данном случае вращение, в любом вращательном действии, которое происходит на опорной или на свободной ноге, мы должны задать себе вопрос, как у нас линия ноги с тазобедренной косточкой находится, в каком положении? В прямом ли оно направлении, или же все-таки в непрямом? Как на данный момент влияет на эту часть стопа и колено в направлении? Так будет, или так, или может быть вот так. В данном случае это очень важно для сустава в бедер, и для, естественно, нашего движения в бедрах, и для перемещения в пространстве их. Так вот, в данном моменте, если мы поставим нашу тазобедренную косточку вертикально, продлим линию ноги, то вращение происходит этого всего блока вокруг оси, вокруг нашего позвоночника, под реберной частью. Очень часто распространенная ошибка. Сюда мы двигаем в диагональ, а сюда мы отпускаем тазобедренную косточку. Получается две линии. Но это очень часто у девушек происходит. И, в принципе, это очень... У некоторых физиологически выглядит красиво. Но у некоторых это выглядит обрубленная нога вот в этой части. Знаете, да, о чем я говорю? Так вот, для того, чтобы этого не было, мы можем проконтролировать сустав, который может четко идти с нижней части, выстроенный в одну линию, и это все можем перемещать в том или ином направлении, которое нам нужно. То есть это... Давайте сделаем направление движения стороны в сторону в этой же линии вертикальной без вращения. А теперь попробуем все то же самое без изменения позиции тазобедренной косточки по отношению к ноге. Повернем вокруг оси. И вот эти две плоскости мы просто соединяем. При вращении предыдущего положения у нас появляется диагональ и направление туда, куда мы будем транспортировать одно из бедер. В данном случае вправо. Мы переводим в направлении эту всю вертикальную линию. И теперь эту всю вертикальную линию вращаем вокруг оси. В данном случае больше, чем нужно, мы не сможем сделать. Если будем держать эту часть в одной линии, у меня бедро не сможет дальше вращаться. Только по определению того, что мне стопа не даст. Если я буду делать больше, соответственно, у меня на данный момент выкручивается нога. Это вам еще один ответ по поводу того, что ваши многие спортсмены немножко косолапят. Понятно, что у каждого природа есть, но красиво двигаться очень. Мы можем ноги. Понятно, да? И здесь получается, если стопа стоит в направлении, то наш сустав не даст больше, чем нужно, повернуть бедро. Если только мы его не создадим другие условия. Понятно, да? Все очень легко и просто. Мы просто посмотрели на то, что мы из себя представляем физиологически и пытаемся использовать наши натуральные возможности при определенных условиях. Давайте попробуем мы сейчас все вместе собрать стопа, колено, бедро, сустав. Да? Соответственно, при постановке тела в расстенутом положении. И мы можем, наверное, под музыку. Можно под музыку? Просто кукарач. И потом перейдем дальше. Времени... О-у-у! Времени совсем мало. Вправо. Да. Нет, нет, мы все равно уже укорачиваем. Сюда. Вправо. 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 теперь давайте отдельно добавляем только выстрел сейчас при этом же движение внимание только на выстрел хорошо только на колено состав теперь добавляем более максимальное вращение вокруг оси в прямой линии бедерной части чуть-чуть больше насколько это возможно ставим стопу стопы по шестой позиции максимально активно пытаемся выпрямить колено и активизировать бедерную часть вот что поиска насколько это возможно да ты фри фо ты фри фо спасибо не знаю как для вас разница была видна визуально в данном случае мы очень часто не задумываемся над теми вещами которые присутствуют у нас в теле каждый день то что мы используем в нашем теле всегда и везде по нашей физиологии давайте мы посмотрим сейчас разберем шаги вперед и шаг назад у нас времени конечно уже совсем мало но я быстренько прям расскажу точно так же повторять сейчас не буду идем снизу наверх направление стопы которая максимально влияет на позицию в бедерной части соединение сустава тазобедренной косточки и ноги до одна нога у нас идет по 6 позиции вперед это направление нашего движения и вот здесь вот момент как раз то что алексей говорил по поводу веса очень часто не получается у многих пар активно перемещать вес и контролировать то что в данном случае наш ребята сейчас продемонстрировали да семён так вот одна из первых проблем которая возникает это баланс и второй момент как этот баланс найти одна из причин это свободная нога в данном случае с моя свободная нога стопа в направлении конкретного положения мы можем скоординировать первое вес вправо влево так либо так и второй момент именно она отвечает по направлению следующего движения в нашем корпусе который мы все прекрасно знаем маятниковое действие на опорную ногу здесь вопрос куда у нас бедро идет в диагональ вперед еще куда-то зачем отвечать на то что уже реально есть колено в данном случае не вращается значит при положении в данном случае разворота стопы естественным образом у нас появляется направление ведущей стороны все мы не гадаем куда будем перемещать тазобедренную косточку у нас уже она определено стопа и колено третья точка это будет бедро в том направлении куда у нас наша нога стоит давайте попробуем использовать только из изменения свободной ноги в шаге без всяких каких-либо других дополнительных функций хорошо до 6 позиции разворот сначала приобретение и два и три и четыре раз да и и два развернули стопу и три развернули стопу и четыре развернули стопу отлично следующий момент что нас это на самом деле касается колена точно так же как мы в кукарачи выпрямляем колено в прямолинейном действии исключительно в определенный момент контроль колена в то время когда мы встаем в какой момент мы выпрямляем вот это конечно очень важный момент как раз из лишь на лекции до веса когда мы начинаем падать и мы не успели выпрямить колено когда мы начинаем играть колено но не дошли весом в данном случае наверное я сделаю следующим образом мы не будем ли лекцию лёши спросим эти его задели эти вопросы на следующий на следующем сценарии если он состоится так вот именно колено выпрямляется быстро в направлении шага только исключительно здесь назад и добавляем разворот стопы два действия давайте попробуем и развернули и развернули и развернули и развернули и развернули и развернули смотрите мы сейчас не говорили про бедра но у нас у нас появляется какой-то вращательной средней части действия автоматически просто задумались о двух вещах это колено и это стопа направление стопы следующий момент задумываемся о том о чем мы говорили то что наше перемещение тазобедренной косточки вместе с ногой в одну линию выставляем и соответственно вращение будет происходить в прямолинейной вертикальном положении под нашу реберной частью сначала мы выставляем одну прямую линию и потом вращаем вокруг оси для отследования дальнейшего шага хорошо добавляем то что мы делали в пухарачи попробуем и д стопа одна линия вращение вокруг оси и вес стопа колено прошу прощения стопа одна линия вращение вокруг оси и вес колено стопа одна линия вращение вокруг оси давайте попробуем соединить все это вместе сделаем так сначала по шестой позиции двигаемся все то же самое только без стопы вращение перемещения бедер выстрел ногой коленом но только по шестой позиции и и два и три чуть поактивнее и четыре раз и два и три и четыре раз и два и три и четыре раз сколько четыре раз tie two и три и три и четыре раз видża три и и четыре И раз, и два, и три, и четыре. Укорачиваем влево, и два. Ну, можно и так, в принципе, да. Давайте попробуем под музыку танцевать. То же самое делаем сначала по шестой позиции. Пытаемся активно делать коленом, активно двигать ведро. Да, стопу не злачу. То есть я чувствую каким-то красивым, реально. Попробуем просто стопу развернуть, заднюю, и добавить к тому действию, которое мы сейчас делали в средней части и в колене. Хорошо? Хорошо. Активное ступание, перемещение бедер и свобода нога, да? На самом деле, в принципе, ничего сложного. Но это самые простые вещи, которые мы, наверное, как тренера и судьи, тренера, в первую очередь, должны обращать внимание на те суставчики у наших детей, которые приходят к нам первый раз на занятия. И понятно, что мама и папа по поводу шпагатов, Алексей полностью прав, и визуального красивого действия. Мы, естественно, как родители, хотим это видеть. Но потом у нас возникают проблемы со спиной, проблемы с суставом. У нас что-то вылетает куда-то, и результаты не совсем достаточно хорошие. Но это просто элементарные базы, которые мы имеем в нашем корпусе по природе. Мы не можем убрать их или поменять их. У каждого есть свое как бы физиологическое развитие. И это развитие на данный момент по природе мы можем просто использовать. Но это уже в данном случае ваше внимание, как педагогов, на тех ребят, которые к вам приходят. Как говорится, да, попал бы ко мне в руки вот этот вот талантливый ученик. Как недавно в Фейсбуке я прочитал. Я попал к талантливому педагогу, но тренер, извини, я не талантлив. Да, или что-то такое было. Да, шуточка такая. Так вот, на самом деле все очень просто. Если мы вниманием уделяем больше именно физиологии, которой к нам пришел ребенок. У кого-то бедра закрыты, у кого-то открыты, у кого-то торс высокий, у кого-то коротенький, потому что бедра высоко, да, и ножки длинные. У кого-то наоборот широкая грудная клетка, у кого-то узенький. Вот эти все особенности, а вот эти вещи под эти особенности подкорректировать. И мы получаем индивидуальный визуально танец и не похожий ни на кого воспроизведение и стилистику. То есть не нужно быть похожим на Андрея Боровского. Сейчас. И так далее, и так далее, да. Но если мы это все будем в кучу собирать, то у нас появляются свои натуральные хорошие варианты спортсменов, которые не похожи ни на кого. Хотя, в принципе, мы будем использовать только сугубо личные какие-то вещи, да. И основные движения суставных перемещений и возможности нашего тела. Что, когда, в какое время двигается, в каком направлении и какой сустав влияет на одну часть тела или другую часть тела. Да. Давайте попробуем еще раз, ребят, попросить танцевать еще раз. Только будет вариаться такая. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Кукарача и закончить. По кончикам. Прям один разочек. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот и подошло наше время с вами, наверное, расставаться на какое-то ближайшее приятное. До следующих встреч. Надеюсь, то, что вот эти маленькие нюансы, они помогут вам разработать свою какую-то систему. И, может быть, кто-то подтвердил свою информацию, да, которую вы несете детям. Кто-то, наоборот, для себя что-то новое открыл. Но это работает. В реальности это факт. Спасибо большое. Еще раз добрый день. Я рад вас всех приветствовать. Здравствуйте. Очень приятно видеть в зале очень много знакомых лиц. Это, на самом деле, заминка была запланированная, потому что лекцию я подготовил только на 20 минут, остальные 10 нужно было чем-то занять. Вот. А потом также точно с меня его буду снимать. Окей. Лекция моя звучит достаточно в предварительной программе «Емко и локотничное». Она звучит как «Пасадобль». Просто по той причине, что на момент, когда мы готовили эту программу, я точно знал, о каком танце я хотел говорить, но четкой конкретной темы, которую бы я хотел с вами обсудить, тогда еще у меня не сформировалось. Но в процессе подготовки я выделил, наверное, основную тему, которую бы сегодня хотелось обсудить. Это контрастность и различные варианты исполнения в танце «Пасадобль». Для меня «Пасадобль» стоит особняком от всех остальных танцев. В первую очередь, с одной стороны, нас загоняют в очень жесткие рамки, загоняют в эти рамки. Другая позиция корпуса, нежели во всех остальных танцах. Другой принцип движения в наших руках, нежели во всех остальных танцах. Другой принцип движения ног. Другая музыкальная направленность. А с другой стороны, у нас в этом танце нет четких технических рамок, как в других танцах, таких как самбо, чача, румба, где мы знаем, например, если мы возьмем румбу, что мы должны в момент наступания выпрямить ногу, попасть на каблук. Это все должно произойти одновременно. Нельзя танцевать на согнутых ногах, нельзя танцевать на носочках, нельзя шагать с каблука. То здесь, в принципе, мы вольны делать все, что угодно, но только при этом мы должны сохранить стилистику и характер того, что мы делаем. То есть, с одной стороны, нас загоняют достаточно жесткие рамки этого характера, но, с другой стороны, мы можем шагать на согнутых ногах, на прямых, на носках, на каблуках, как угодно. Главное, чтобы это было похоже на посадобле. Итак, в первую очередь, когда мы начинаем говорить о посадобле, первое, что необходимо сделать, это найти связь наших ног с полом. То есть, это контроль пола, это контроль нашего перемещения. Самое простое, как мы объясняем детям на моменте перехода из детей в юниоры, да и, в принципе, объясняем позицию, когда мы соединяем свои ноги с полом, очень просто, да, мы представляем, что у нас возле каждой стопы находится выключатель, от которого через наши стопы, наши ноги, наши бедра, наше тело, позвоночник проходят провода, и здесь у нас лампочка, люстра, бра, все что угодно. То, что нужно зажечь, да, то есть вы берете энергию от пола, пропускаете ее через свои ноги, свои бедра, свой позвоночник, таким образом получаете красивую законченную позицию. Это первый момент. И второй момент, который нам необходимо сделать, это контроль ногами пола. Контроль возможен только в том случае, если наши ноги будут постоянно связаны, связаны с полом, то есть это подразумевается постоянное давление в нашей стопе, постоянное понимание того, на какой ноге я стою, в какой момент я нахожусь на той ноге, в какой момент я перехожу с одной ноги на другую, где и когда что я делаю. Я сразу прошу прощения за свой не очень уверенный баланс, потому что туфли я одел, наверное, первый раз за пять лет. Спасибо, Саша Березин. Окей. Итак, танцы по Садоболь. Первое, точнее уже теперь второе, после того, как мы поговорили с вами о связи с полом, второй момент, который нам необходимо сделать, это почувствовать и создать внутри нашего тела тонус. Тонусное ощущение. Для себя в пассо я разделяю тонус на два варианта создания и использования этого тонуса. Первый вариант нашего тонусного движения будет начинаться точно так же, как мы сейчас связывались с полом, да, то есть мы будем забирать это действие от пола, пропускать через наше тело, и дальше наше движение будет идти, продолжаться наружу, то есть все действия, которые мы будем делать, они будут идти наружу от моего движения. Да, я сейчас попробую показать, что я имею в виду. То есть мы набираем действие от пола, и все, что мы делаем, мы делаем максимально в длину, мы делаем максимально с ощущением движения наружу, наружу, наружу. Да, то есть, спасибо. То есть каждое действие, которое мы делаем, мы делаем максимально занимая объем. Мы немножко теряем в данном случае музыкальность, но мы преследуем в этом случае немного другие цели, поэтому мы можем себе это позволить. Итак, еще раз. Первый вариант тонуса, который мы рассматриваем, назовем его так «тонус наружу». Второй вариант тонуса, о котором мы будем с вами говорить, он прямо, как это сказать-то, противоположен этому варианту. Начинаем мы его точно так же. Начинаем мы его точно так же снизу, через наши ноги, в наши бедра. Это все движение двигается наверх. То есть вся эта динамика, вся эта энергия двигается туда. И в этот же момент мы контрдвижением своего тела, своего верхнего плечевого пояса, мы опускаем навстречу нашему низу наш верх, создавая ощущение компрессии внутри нашего тела, создавая ощущение внутреннего напряжения в момент этого движения. За счет этого у нас получается более компактное, более точное, более короткое движение. Давайте я попробую продемонстрировать примерно на тех же самых шагах. Ну, как-то так. Спасибо. То есть в данном случае что мы получаем? Мы получаем точность попаданий, мы получаем более законченную музыкальную картинку, но теряем объем. Сейчас мы попробуем то же самое сделать на небольшом примере шагов, которые мы для вас подготовили. Для этого я приглашаю на площадку своих ассистентов Максим Лозинский и Виктория Белкина. Спасибо. Идут к нам через коврик, да? Окей. Давайте попробуем сразу же разобрать вариант с шагами через состояние первого тонуса, который мы с вами обозначили как тонус наружу. Пожалуйста. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1. Окей, спасибо. Было бы неплохо, если бы двигались вот по этой линии, было бы прям вообще замечательно. Спасибо. Еще разочек вернитесь, пожалуйста. То есть, что у нас получается в данном случае? Можно вас попросить подержать. Мы используем только момент движения наружу в каждом действии, которое мы делаем. То есть, мы делаем момент подготовки 6, 7, 8. Опять же, наше растяжение начинается не в руках. То есть, я бы не хотел, чтобы потом кто-то сказал, что я рассказывал о том, что надо махать руками очень активно и занимать больше площадки. Нет, я об этом не говорю. То есть, мы начали разговор с того, что каждое движение мы должны начинать с ног. То есть, данное напряжение, данный тонус и данное растяжение у нас точно так же начнется от действия в наших ногах, после этого продолжится в пол, от пола. От, от, от пола каждый раз, каждое действие, которое мы будем делать. Это был первый вариант, который мы с вами обсудили. Теперь давайте попробуем тот же самый кусок станцевать на внутреннем ощущении. Но, еще один момент. Я забыл вам сказать, когда начал говорить о внутреннем движении. То есть, мне бы хотелось для того, чтобы это не смотрелось прям совсем, Стив, совсем плоско, совсем зажато. Мне бы хотелось, чтобы в этот момент свое действие мы помимо этого внутреннего тонуса еще добавляли внутреннее движение в нашем теле. Для того, чтобы это не смотрелось совсем-совсем плоско. То есть, движение наших сторон, ощущение движения от ног через наши ноги и бедра и движением нашего тела навстречу нашим бедрам. Давайте попробуем. Виктория сейчас будет у нас отвечать за внутреннее движение, за пластику, а Максим будет у нас отвечать за точность попаданий. Приготовились. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1. Окей, спасибо. Вернулись на место. И теперь, согласитесь, оба из этих вариантов имеют право на жизнь. То есть мы можем использовать как один вариант, так и другой вариант, и, в принципе, это будет смотреться достаточно неплохо. Если еще убрать то волнение, которое у нас присутствует, то будет вообще замечательно. Но если мы говорим с вами о контрастности, если мы говорим с вами о развитии, если мы говорим с вами об осознанности того, что мы делаем, о рисунке, который мы хотим создать, мы, конечно, должны использовать и тот, и другой принцип. В таком случае наше движение становится более интересным, более зрелищным, да, и, самое главное, более музыкальным. Оно становится разным, но одинаковое смотреть никогда не интересно. Давайте посмотрим, что мы можем в данном случае... Я. Пока. Да? Что мы в данном случае можем сделать? Мы первое действие, которое мы делаем, мы оставим точно так же через ощущение тонуса наружу, да? 5, 6, 7, 8. После этого наше действие будет через короткое движение внутрь, для того, чтобы нам сделать острый поворот и сделать остановку после него. То есть мы будем танцевать сверху, внутрь своего центра и останемся в момент попадания внутри него. Сюда. После этого у нас будет момент нарастания из этой позиции в продолжение, продолжение... Так, стоп! Это опять будет короткая точка. После чего мы создадим большой максимальный объем в нашем движении. И после этого, так же точно в момент вращения, мы с вами создадим острую точную скорость. Я перестал себя слышать. В момент вращения, так же точно, как мы делали там, путем закрытия центра и остановки внутри нашего движения. А потом уже мы можем создать растяжение, да? Тонус наружу, используя его для ускорения в нашем движении. Давайте посмотрим, как это получится у Макси с Викой. Поехали. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, and stop! 6, 7, 8, and 1, 2, stop! 4, and 5, 6, stop! Вот здесь вот я попрошу еще разочек с этого места, пожалуйста, сделать. Мы сделаем два шага через очень внутреннее точное попадание. Третий шаг мы сделаем через дилей, переходящий в спиральное действие, за счет которого мы потом сделаем ускорение в последнюю точку. Еще раз шагов, будьте добры. 1, 2, 3, 4, and 5! Ну, как-то так. Спасибо. Немножко мы с опозданием от графика идем. Давайте один раз попробуем вот этот вот вариант под музыку показать, да, и потом уже поговорим про парное танцевание. Вот, можно вот эту мелодию? 5, 6, 7, и... Спасибо. Окей, спасибо. Хорошо. Идем дальше. Это мы разобрали с вами моменты, которые у нас танцуются по одному, моменты сольного танцевания. Дальше мы перейдем с вами к парному танцеванию. Когда мы говорим о парном танцевании, мы разделяем три позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Соответственно, отталкиваясь от того, какую цель мы хотим достичь в момент того или иного движения, мы можем смещать акценты либо конкретно на те позиции, о которых мы сейчас говорим, да, то есть момент попадания из одной позиции в другую позицию, в следующую позицию. То есть таким образом у нас получится акцент только на сами позиции. Сама скорость перехода, сам переход из одной позиции уже будет нам неинтересен. То есть наши попадания должны будут четко совпадать с ударами музыки. Максим. Six, seven, eight, and one, two, three, four, and five, six, seven, eight, and one, two, three, да. Сейчас немножко проблемы с балансом, да, возникло у нашей прекрасной пары. Почему? Поддержите, пожалуйста. Потому что это то, что происходит во многих вещах, когда мы начинаем работать с парами, да, мы выстараиваем позиции, а баланса нет. У нас начинается какая-то борьба друг между другом. Он хочет позицию больше туда, она не хочет туда больше ломаться, чем он ее ведет и все остальное. То есть это невозможно сделать без момента, во-первых, нашего взаимодействия, во-вторых, правильного распределения веса. Так уж получилось, что не имея общей темы сегодняшнего и Конгресса, мы очень много говорим об одном и том же. Итак, наш вес. В первую очередь мы четко должны понимать, в какой момент куда мы его должны подавать. В этот момент наш вес смещается друг к другу. У нас есть общий центр, к которому мы двигаемся. Дальше. Оставляя момент веса друг на друга, мы переходим в следующую позицию. Мы оставляем вес внутри, действие внутри нашей пары. То есть наш тонус направлен внутрь. Дальше. Следующая позиция, в которую мы переходим. Опять же, я нахожусь в одной стороне, я двигаюсь туда, Виктория двигается в противоположную сторону. Если я пойду вслед за ней, мы упадем. Если я не подам свои бедра в противоположную сторону, мы точно так же упадем. Еще разочек, Макс. 6, 7, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Окей, спасибо. Дальше. Если мы говорим, теперь немножечко смещаем акценты именно с позиционности, законченности нашего действия, на протанцовку между этими позициями. То есть мы смещаем акцент с самих позиций на то, как мы переходим из одной позиции в другую, как мы взаимодействуем друг с другом в этот момент, как мы чувствуем друг другу, как мы чувствуем свой вес через ноги, как и куда мы двигаемся. Давайте попробуем сразу же. У нас опять же, мы подаем вес к общему центру, друг к другу, смещаем его ближе к подушкам. Давайте боком встанем, наверное, так лучше будет видно. И я уйду с первого плана. Вес мы подаем друг к другу. После этого, используя вот этот вот общий центр, который сейчас у нас есть между нами, мы, отталкиваясь от него, начинаем работу внутрь нашего тела, проходя... Подожди ты, куда ты? Через ноги. То есть наше движение в первую очередь двигается в центр и в наши ноги. Да подожди. Сейчас я все посчитаю. Six, seven, eighty. One, two... Мы продолжаем. Стоп! У нас остается вес друг к другу. Мы начинаем переходить из одной позиции в другую. Партнерша, чувствуя движение партнера, создают одну скорость вырастания с партнером. После этого... У нас нет предела в этот момент. То есть у нас нет предела остановки позиции. Как только мы приходим... Давай так, чтобы вот прям дальше уже было некуда. Как только мы приходим в ту позицию, в которой нас вот-вот порвет, мы начинаем переходить в следующую позицию, двигая... Да, только тебе нужно больше влево уйти, а партнерша больше от тебя. И как только мы чувствуем, что партнерша треснет сейчас пополам, мы начинаем двигаться внутрь своего движения, снова ощущая вес внутри нашей пары. Таким образом мы получаем вот эти перетекающие переходы с постоянным ощущением своего веса. Да, теперь можно еще раз вас попросить сделать это. Только я понимаю, что вы очень волнуетесь, вы очень стараетесь, только сделать это больше с ощущением спокойного, мягкого дыхания и взаимодействия, нежели на ощущении работы. Еще разочек. Окей, спасибо. Давайте сразу же перейдем к фарному куску, который мы подготовили. Вам прям стук хлопает сегодня. Итак, первый вариант, который мы рассмотрим, мы рассмотрим вариант четкого попадания по позициям из одной в другую на те удары, которые у нас есть. Поехали. Очень неплохой вариант. Понятный, доступный, читаемый. Попробуем сделать на примере того, что мы сейчас с вами делали, сместив акценты на протанцовывание между ударами на само действие внутри нашего танца, на сам танец, не на позиции, которые у нас были сейчас, а на сам танец. Давайте посмотрим те же самые шаги, но на другом ощущении. А можно еще раз вас попросить, только начать все-таки не сверху, а снизу. Будьте добры. Поехали. А можно еще разочек твистовый поворот? Да. Еще раз. Итак, мы встали здесь с вами. В момент, когда мы выстраиваем вот эту линию, мы думаем не этой линией, мы думаем вот этой линией. То есть все, что мы делаем, идет в первую очередь оттуда. Стоп. А дальше все действие, можно я попробую? Все действие, которое мы делаем, весь эффект, который мы здесь создаем, мы создаем путем своей партнерши. Да, мы получаем вес в противоположную от себя сторону. То есть меня никуда, в принципе, не загибает. Ни вперед, ни назад, ни ломает. Я создаю объем и картинку за счет действия своей партнерши. Только в тот момент, когда мне нужно ее забрать и повести на следующий шаг, я буду уже использовать свои колени, связки со своими бедрами и своим центром. Сделай отсюда вот еще разочек и дальше с переходом на плащи, на все остальное. И... 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 Окей, спасибо. Давайте попробуем под музыку станцевать вот этот вариант. Да, вариант перехода... Это не растяжение, Виктория, это вариант, который, да, с давлением, переходящий, с протанцовкой. Можно музыку? Six, seven, eight. Все разочек. Окей, спасибо. Окей. Итак. Мы опять же получили два варианта, каждый из которых... А, прошу прощения, давайте вариант через позиции под музыку. Мы же не танцевали, да? Давайте танцуем через четкие точки, еще разочек, можно ту же самую мелодию. Five, six, seven, eight, one. Мама, та, 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 та... Окей, спасибо. То есть, получается сейчас такая ситуация, что под настолько медленную музыку им нечем заняться просто между этими позициями, да? То есть они встали и стоят, и ничего не делают. То есть для того, чтобы у нас было чем себя занять между тем, что мы делаем красиво и позиционно, мы должны разобраться в моменты, когда что мы можем сделать. То есть первый наш, мы оставим момент соединения со своей партнершей через пол, через ноги. Момент соединения весом со своей партнершей. Дальше нам необходим, для того, чтобы начать наш телеспин, нам необходим короткий острый импульс. Начало действия. Потом мне необходимо пропустить партнершу. Я ухожу полностью с левой ноги, возвращаюсь обратно. Партнерша двигается туда, где я только что находился, и закрывается своей левой стороной. Телеспин у нас происходит два приема. Первое – это ее действие. Второе действие – мое. Еще разочек, будь добра. Партнер только закрывает этот поворот в конце, он не делает его целиком. После этого, так как времени у нас остается достаточно много, мы можем позволить себе удлинить вот эту линию. То есть партнерша будет двигаться у нас в ту сторону, партнер будет двигаться в противоположную сторону. And one. Мы очень быстро точно попадем в эти ноги. Здесь мне бы не хотелось уже бежать. Мы использовали только что большую длину. Мне бы хотелось увидеть момент нарастания и подъема. После этого мы сделаем с вами очень быстрое, точное попадание внутрь в позицию. Да. И вот теперь мне бы хотелось, чтобы Викину ногу, которую она будет поднимать здесь очень высоко, Станцевал в первую очередь Максим. Да, то есть то действие, которое делает она здесь в момент ронда и в момент того, как он подводит ее к себе, должен сделать он, а не бегать она. Давайте попробуем вот этот вот моментик пройти. Да, да, да. Итак, первое действие. Мы соединяемся друг с другом. И его мы оставили... Не, 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 я бы хотел прям вот снизу почувствовать кисть, ее красивая спина, соединение. And one, two, three, four, and fight! Окей. Компактный телеспин. And six, and stop! А вот теперь у нас есть... Стоп! Время. Соответственно, для того, чтобы Максиму не падать за партнершем, надо падать свои бедра туда. Это первый момент. Во-вторых, растянуть свою реберную сторону, да, по направлению, противоположному от ее движения. И вот теперь, создав вот это натяжение и создав внутреннее взаимодействие между нами, мы, ускоряя его, получаем приход в следующую позицию. Дальше мы нарастаем в своем движении. And... Бедра, бедра, подъем. Коротко, стоп! А, сори, да, там же еще целый кусок. Ой-ой-ой. Дальше. And... Вес. And... Ау-ум. Дальше компактное короткое движение. За! И... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Крест дело латинское. Спасибо. И теперь партнерша двигается от партнера, а он протанцовывает ее от своего тела, делая это в противоположном направлении и забирает ее в следующую позицию. Вот эту всю историю я бы хотел увидеть сейчас под музыку на всем куске. Как мы можем использовать первый вариант через точки, второй вариант через протанцовку соединенной, то есть получая те контрасты, о которых мы изначально сегодня начали говорить. Максим, Вика, музыка. Влад. Маланьяне, я не покушу Маланьяня, я из моих любимых ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коротко. Ок, спасибо. Спасибо большое. Ну вот, в принципе, и подошли к концу 30 минут. Я думал, все-таки в 20 уложимся, но нет. Большое спасибо вам за внимание. Для вас было очень приятно работать. Браво! Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Лично от себя хотел еще раз поблагодарить, что вы сегодня пришли. И очень приятно, что у нас хоть и называется Конгресс образовательный, но не в моей сущности образовывает собственных коллег. Поэтому я всегда воспринимаю такие встречи, как обмен опытом, информацией. И для меня это очень-очень ценно. И сегодняшний день, я думаю, мы можем спокойно посвятить нашему творчеству и подумать о нашем будущем. Сегодня моя лекция называется «Творческий интеллект. Как успех в танце». Пугающее название, очень замороченное кажется. Но я не хотел бы вас сегодня очень сильно грузить какими-то сложными терминами. И постараюсь максимально доступно озвучить, что меня конкретно волнует. И, может быть, мы потом обменяемся вашими методами. И посмотрим, как мы можем помочь нашим ученикам. В ходе работы тренера по подготовку спортсменов или в ходе работы арбитра по оценке мастерства и уровня танца мы апеллируем к определенным критериям. Если мы посмотрим на Международную федерацию ВДСФ, нам предлагают четыре критерия. Это техника, движение в музыку, взаимодействие в паре и хореография и презентация. Наверное, сегодняшнюю мою лекцию можно приурочить критерию хореографии и презентации, хотя для меня это более глубокая и более серьезная тема, которая захватывает многие критерии в нашем танце. А именно, это умение спортсменов вдыхать настроение в танец. Очень важный момент – эмоциональная и психологическая подача во время танца. И, конечно, умение раскрыть историю той или иной композиции. Многие мои коллеги до моей лекции и после нее будут освещать, я думаю, технический вопрос, вопрос, как мы развиваем спортсменов, как мы должны готовить их к турнирам. Моя же сегодняшняя лекция больше посвящена эмоциональной стороне танца. Конечно, когда мы работаем с юными спортсменами, мы ставим для себя определенные задачи. Мы начинаем учиться не бояться паркета, как себя преподнести, как собраться, как распределить хореографию и начинаем уже объяснять, что такое кураж, что такое настроение. Но когда речь заходит уже о спортсменах серьезного уровня, вот здесь мы должны очень четко понимать, задача тренеров и арбитров выявить именно спортсменов, обладающих творческим интеллектом, которые творчески подходят к своей хореографии, понимают, что такое образ, что такое картинка, именно читаемая картинка. Часто мы о таких парах говорим, нас цепляет, она привлекает наше внимание. Данная пара понимает, что хочет сказать. Очень сложная тема, во многом субъективная. И я уверен, я вижу здесь очень много высококлассных специалистов, которых, я уверен, что есть свои, да, ниточки, как можно вытащить из своих учеников определенный образ. Я сегодня в короткий промежуток времени выбрал для себя определенные моменты, которых нахотел обратить внимание, которые я реально использую на своих уроках и сам пользовался, когда в прошлом был действующим спортсменом. Первое, с чего я начинаю, когда я вижу перед собой достаточно обученную пару высокого уровня. И вот в этот момент я озвучиваю следующее. Создай себе кумира. А еще лучше, создай себе нескольких кумиров. Что это значит? Я считаю, что в определенный момент времени каждый для себя должен начать подражать. Вот если мы вместе с вами сейчас вспомним какие-нибудь яркие вспышки из нашей карьеры, вы вспомните каких-нибудь своих учителей, которые обладали определенной харизмой, вы вспомните танцоров вашего времени, которые на вас как-то повлияли и придали какие-то новые ощущения. И вы воспринимали не только информацию, которую вам говорят, а даже визуально, да, вы брали картинку и пытались ее воспроизвести. И вы понимали, подходит вам это или не подходит. Я помню очень показательный интересный момент из жизни русского клуба, когда я сам там танцевал. Мы с Виктором Анатольевичем разбирали фигуру виск, досконально ее разобрали, механически, ритмически, все замечательно. На следующий день очень известный и великолепный танцор Владимир Карпов подходит к Виктору Анатольевичу и говорит, Виктор Анатольевич, слушайте, я посмотрел шоу из Японии, вы видели, как там Франко Формика танцует виск? С какой-то бешеной амплитудой, с какой бешеной энергетикой он это делает? И начинает показывать. А что Виктор Анатольевич говорит, так, Володь, забудь, что мы делали вчера, я хочу, чтобы ты танцевал так же в своей хореографии. Эта тема реально крутая, она тебе подходит, я хочу это видеть. И я считаю, это очень грамотный подход, потому что, когда мы начинаем подражать, мы вырабатываем в себе определенные инструменты, которыми мы будем пользоваться всю свою жизнь. Потому что я часто встречаю пары, которые приходят на урок, и ко мне говорят, ну, придумайте что-нибудь креативненькое, какую-нибудь там фишечку. Я говорю, окей, что вы умеете? Давайте подумаем. Они, как правило, говорят следующее. Нет, давайте вы нам покажете, а мы повторим. Это пары, которые уже танцуют во взрослых. Мои педагоги приучили меня к следующему. Они говорят, нет, это мои ощущения. Ты должен мне предложить уже что-то, из чего я могу вылепить. И вот этот очень важный момент, который мы должны именно развивать в своих учениках. Следующее. Я хотел бы, кстати, вот эту мысль, потому что у меня так достаточно много было пометок, которые я здесь хотел бы вам озвучить. И лучше это я вам скажу, хочу вам зачитать. Именно об умении развить и разглядеть у способного танцора, стремящегося к высоким спортивным результатам, именно такой глубинный творческий интеллект, направить его в правильное, адекватное русло высокого танца. Часто бывает, когда к вам приходит ученик достаточно талантливый, и вы смотрите, внутренний академизм есть, интересная пластика есть. Вроде, да, какой-то определенный такой стилистика прикольная, и вы думаете, все, мы сейчас из него будем лепить чемпиона. И начинаете с ним работать, развивать, и тут вы натыкаетесь на непонимание, что вы от него хотите. Вы пытаетесь вложить в него энергию, вы пытаетесь вложить какую-то амплитуду в движение, а он теряется и боится как-то усилить уже все наработанное, что у него есть. Это так называемые мифы, которые есть, к сожалению, у многих из нас. Это комплексы, я недостаточно талантлив, я недостаточно харизматичен, мне не хватает координации, чтобы воплотить это в жизнь. Это боязнь ошибок. Вы должны понимать, что творческий интеллект, он допускает ошибки и относится терпимо к ошибкам других. Зачастую интересные, креативные идеи, которые у нас появляются в результате именно создания ошибок. Потеряли баланс, упали, почувствовали какую-то позицию, и тут ты понимаешь, что может получиться неплохая идея. Иногда нужно сделать шаг назад и попробовать сделать какую-то нереальную амплитуду движения, а потом уже постараться именно на базу, на базик, все эти вещи воплотить. Вот тогда происходит грамотное развитие. Очень важно, особенно в таких моментах, чтобы ученики озвучивали то, что они делают. Зачастую мы как педагоги привыкли. Так, ты должен сделать то-то, 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 выполняй. Я могу сказать, что это работает до уровня молодежи. Когда вы точно знаете, да, чего вы хотите, заставляете ученика повторять, работает. Как только вы переходите уровень уже по-взрослые, вот там уже начинается знаете, как ограничение. Человек не может ни вправо, ни влево двигаться, и он как бы заложник идей тренера. Вот здесь очень грамотный подход найти и подходящего педагога, ничего страшного, со стороны, который будет воплощать, да, какие-то вещи, который подходит данному танцуру. Ваша задача именно развивать вот это творчество и уходить именно от боязни. Что-то сделать не так, либо сохранить один и тот же стилистику. Я помню, что в русском клубе мы все были разные, потому что именно к этому нас приучали. Я считаю, что это правильно. Сегодня я хотел бы предложить элементарные методы, которые мы часто используем. И вот в этом плане мне сегодня поможет великолепная пара. Это двукратные финалисты чемпионата мира по латиноамериканской программе в категории взрослые и финалисты чемпионата мира по шоу в категории профессионалы. Валентин Воронов и Алина Эмрекова. Сейчас сделаю небольшое отступление. И скажу следующее. Очень важно грамотно подбирать хореографию для ваших учеников. Опять же, часто приходят пары достаточно хорошего уровня и начинают мне показывать определенную композицию. И я понимаю, что там элементарно нет времени, чтобы что-то выразить, что-то показать, какую-то идею. Да, эта пара может быть хорошего уровня и она справляется с динамикой, справляется с скоростью. Она реально первые туры очень заметна на паркете. Но какой послевкусие она оставляет? Как сейчас мы говорим, о, ребята неплохо так двигаются, они стараются. Для пар высокого уровня слово стараться неприемлемо в принципе. Я всегда приверженец. если мы создаем допустим базу хореографическую например из бэзика, а потом мы уже создаем усложнение в данной вариации, а потом опять вкрапление. То есть дозированная стилистика, она меняется, но обязательно именно в структуре шагов бэзик. Сегодня ребята подготовили очень простую хореографию из танца румбы и сейчас мы покажем именно элементарные шаги бэзик в румбе. Выход веер, далее переходим свивл и повтор. Дальше переходим на алиману, кукарачи, создаем еще один свивл и переходим в телеспин и завершаем свивл. Элементарные шаги. Когда мы пытаемся усложнить хореографию, у нас есть элементарные наборы, которые нам позволяют эту композицию усилить визуально. Это, как правило, использование овербаланса. Овербаланс нам дает амплитуду, интересную пластику движения. Мы меняем уровень, особенно, кстати, это часто подходит высоким танцорам. Мы добавляем фигуры из других танцев, но остающихся в характере данного танца и обязательно в структуре бэзика. Это тоже очень важный момент. И, конечно же, мы замедляем ритм, потому что когда мы замедляем ритм, у нас есть определенное время, чтобы какие-нибудь приоритеты расставить, на что мы хотим обратить внимание. И, кстати, в эти моменты опять же, вы должны общаться со своими учениками и разговаривать с ними, чтобы именно они озвучили свои идеи. Например, на этой же хореографии мы расставляем следующее. Выход веер, замедляем ритм, и вот здесь мы решили так, что Алина презентует бедро и презентует работу стопы. Далее выходим в веерную позицию, меняем уровень. Далее переходим в свивол и решили его усложнить поворотом. И повторяем выход в веер и сдаем классическое исполнение веерной позиции. Переходим по Лиману с использованием овербаланса. Далее переходим на Кукараччу с перекручиваемым действием с сильным использованием задержанного шага. Добавляем элементы из аргентийского танго. Переходим через спин повтор элементов из аргентийского танго. Движение свивол и завершаем. Давайте посмотрим под музыку как это выглядит. первый вариант классика, второй раз усложнение. . Движение Спасибо. И усложненный вариант сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Зачастую, когда мы планируем создать какой-либо эффект и идею, мы не обязательно ориентируемся только на эмоциональную сторону и на сторону, например, артистизма. Когда мы начинаем вырабатывать в себе определенный инструмент, можно это, знаете, как назвать внутреннее оружие. То есть у каждой пары высокого уровня есть определенные козыри. Допустим, какие-то элементы у них получаются очень и очень достойно. Например, у Валентина и Алины великолепно получается именно механическое взаимодействие в паре. И мы этот момент должны использовать как идею. И для такого, допустим, для расследования приоритетов, не обязательно добавлять какой-то эмоциональный накрас. Максимум, да, мы можем обозначить какую-то игровую тему. Но мы в первую очередь показываем механическое взаимодействие в паре. И мы специально пытаемся в нашей хореографии этот момент воссоздать. Сейчас на примере. Танцы ча-ча-ча. Тоже, кстати, состоящие из простых шагов. Бузика. Поехали. И два, три, ча. Раз, 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 два, три. Три, ча. Раз. Спасибо. Хореография данная вроде как простая, но сложна чем? Постоянно идет работа в закрытой позиции. Мы это можем усилить, если мы добавляем моменты работы с открытой позицией. И обязательно, опять же, будем добавлять вкрапления определенных фигур, которые будут расставлять приоритеты именно на взаимодействие в паре. То есть специально это будем создавать именно как фишку данного элемента. Попробуем сейчас, сразу с усложнением. Два, три, ча. Раз, два, три, ча. Раз, два, три, ча. Раз, два, три. Ча. Ча. Раз, два, три. Ча. Раз, два, три. И ча. Раз. Спасибо. И сейчас я хочу попросить ребят, чтобы они станцевали, я думаю, простой вариант будем показывать. Сначала классический вариант, а потом усложненный. И сейчас, чтобы они думали именно только о ведении. Вот чтобы просто контролировали постоянное взаимодействие и пытались это презентовать. Давайте под музыку попробуем. Спасибо. И теперь на усложненной хореографии усиливаем эффект взаимодействия. И теперь на усложненной хореографии усиливаем эффект взаимодействие. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас не заморачивались по поводу эмоций, о высокой материи не говорили, о какой-то философии. Мы сделали конкретный приятет, расставили. Пара уже не выглядит пусто, пара выглядит осознанно. И мы используем их данные даже для достижения определенных целей. Сейчас хотел бы подвести итог и озвучить следующую мысль. Напряженная, мотивированная примером работа тела, вызывая за собой усиленную работу танцевальной мысли, способную развить творческий интеллект. Как правило, такой осознанный подход неизбежно приводит к росту результатов. В дальнейшем у творческой личности неизбежно наступает переход к умению мыслить самостоятельно, а не просто подражать. Такой танцор чаще всего в дальнейшем и сам становится объектом для подражания. И сейчас хотел бы перейти к третьей и самой сложной теме, которая реально меня самого иногда очень прямо так волнует, когда я вижу вроде как хорошие пары, хорошие исполнители, а возникает у меня внутренний конфуз. Сейчас хотел бы поговорить, что танец должен быть адекватный. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Я сейчас не буду пока эту тему развивать. Я попрошу ребят станцевать два варианта исполнения начала танца румба. И вы посмотрите, и потом можете поделиться своим мнением, что вы увидели. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Это было в точку. Настроились на второй вариант? Переключились, да? Впечатляет, да, сто процентов. И второй вариант. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 стороны. За этим реально хочется наблюдать и смотреть, получать эстетическое удовольствие. То же самое касается партнеров. Мне хочется видеть мужское начало. И когда, часто видите, когда мальчик подходит, берет за плечи девушку, и тут создается такой щенячий восторг. И сопля повисла такая до пола. Вот эти варианты вы должны тоже озвучивать и говорить. Потому что часто бывает, что танцоры думают, что они танцуют на сцене, а то, что за спиной у них находятся тоже арбитры, зрители. Их оценивают со всех сторон. То есть создание определенной атмосферы и формы, это тоже вы должны озвучивать. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, как меня представили и как единственный представитель нового поколения с акцентом, я хочу сказать, что очень здорово, что мы здесь все собрались. Молодцы. На самом деле, я хочу сказать, что в нынешнее сложное время мы все вместе создаем нечто светлое, нечто правильное, абсолютно независимо ни от чего, ни от политики, ни от борьбы, ни от даже, скорее всего, финансов. Мы создаем хороший танец. И мне нравится, какая реакция публики. Мне безумно нравится, как танцуют все ассистенты и как преподают все тренеры. И правда очень волнительно. И, наверное, ответственно выступать после стольких суперпедагогов. И я понимаю, что вы очень устали. И я очень постараюсь, чтобы вы не уснули. Сегодня мне будут ассистировать две не очень опытные, но очень-очень многожелающие, я надеюсь, неплохо танцующие пары. Сюда нельзя, как сказали. Вот. И поэтому давайте мы поприветствуем Тимофея и Алису, пара детей-два. Ну и мы уже знакомы с парой Ярослав и София, юниор-один. Моя лекция сегодня называется «Насколько страшно переходить из детей в юниоры». Ну и попробую ее раскрыть. Конечно, у нас 30 минут, и это не так много, но мы очень постараемся. Так вот, очень часто мы слышим от своих коллег, от своих танцоров, от своих старших товарищей, что, наверное, это самый сложный переход, это переход из детского танцевания в юниорское танцевание. Ну, отчасти, ну только, наверное, отчасти это правда. Но если следовать некоторым нормам, законам, правилам, в моем понимании, исходя из личного опыта, из общения с друзьями, коллегами, спортсменами, судьями, тренерами, то, наверное, будет, в общем, не так сложно, и мы попробуем сегодня вам это продемонстрировать. Ну, давайте вспомним, чем отличаются дети обычно от юниоров. Ну, вообще, в принципе, давайте нет юниоров, а всегда мы приходим на турнир, смотрим на детское танцевание. И первое, что облашается в глаза, это их, а, ну, у топовых пар техничное танцевание, и, б, линии. Мы сегодня попробуем поговорить про оба аспекта, ну и затронем некоторые другие, ну, не менее важные стороны. Так вот, техничность. Почему дети два танцуют в основном очень чистенько и технично? Но это зависит от того, что они для начала танцуют схемы, которые основаны на базовых фигурах. Ну и, соответственно, когда они много отрабатывают определенные простые шаги, будь то лок-степы, будь то выходы в веер, ну, очень много разных вещей в разных танцах. И со временем, с наработкой, при правильной работе и правильном проведении определенного количества времени в зале под контролем тренера, дети начинают танцевать достаточно чисто и достаточно уверенно. И если мы посмотрим на финал, допустим, первенства России или что там, джем и опена по детям 2, то, ну, конечно же, почти все пары там танцуют, ну, близко к идеалу по чистоте, близко. И если их сравнить, допустим, с теми же там юниорами, которые там большей части танцуют, например, в четверть финале, то, хотя они старше на два года, то дети 2 выглядят, наверное, убедительнее по чистоте. Почему это произошло, мы прекрасно понимаем. Так вот, что же происходит с ними в переходе юниоры? Почему у них в юниорах возникают подобные проблемы? Мое глубочайшее убеждение это то, самая главная проблема в чем? Пара переходит из детей в юниоры, тренер, который этого долго ждал, чаще всего с детьми работают молодые специалисты. Так и бывает. Вот тренер, который долго ждал возможности, наконец-то, ну вот наконец-то он может оторваться, сделать великолепные схемы, красивые позировки. Я уж про костюмы и все остальное не говорю, это попозже, да? И у тренера, наконец-то, ему можно все. И вот тут начинает тренер воплощать свои самые крутые фантазии, которые, конечно же, не всегда бывают адекватны. Ну и ребенок, не всегда готовый к определенным схемам, а фантазии чаще всего он воплощает в схемах. Ну и ребенок, который не готов к этому, начинает, конечно же, терять первым делом в чем? В качестве. И это очень плохо, потому что дети чаще всего не подготовлены к тому, чтобы танцевать столь сложные вариации. Как говорили до меня мои супер-предшественники, там Алексей Сильды, Евгений Имреков, не стоит, тем более уж в юниорском танцевании, когда они говорили уже о взрослых, пытаться танцевать настолько сложные а поддержки, б синкопированные ритмы, с какие-то супер перемещения, потому что все же нам надо понимать, что в первую очередь ценится качество танца. И сейчас я попрошу моих ассистентов показать одну и ту же схему в интерпретации детской и юниорской. Соответственно, вы попытаетесь, пани, увидеть, что все-таки можно танцевать похожей схемой, а дальше, после того, как они покажут, я расскажу, в чем может быть разница, и это может сыграть. Мы не договаривались, у нас у всех румба, мы все любим танец любви, любим чувства, поэтому сейчас детская пара наша вам покажет схему свою, которую она танцует в детях. Часть схемы, конечно. КОНЕЦ И мы попросим еще юниорскую пару показать вам схему, которая была составлена на основе схемы детской. Пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот, смотря на эти вариации, я лично могу делать вывод и надеюсь, что вы тоже, что можно в юниорах танцевать, так сказать, чуть более навороченной схемой детских схем. И когда вы поймете, что вы достигли такого уровня, что ваши дети, ваши юниоры уже в принципе готовы для того, чтобы чуть более усовершенствовать схемы, чуть больше добавить сложности, вот только тогда не обращая внимание на стоны родителей до этого, потому что мы прекрасно понимаем, что каждому тренеру как минимум пять раз в месяц подходит родитель, а некоторые пятнадцать и просит, пожалуйста, сделайте что-нибудь поинтереснее, нам уже сказали, что это не надо. Я могу подтвердить с моего тоже опыта, что этого делать не надо. Мы потеряем самое главное – качество. И дальше мы придем к определенному возрасту, например, молодежи или взрослых, где упремся головой в потолок, а мы обязательно туда придем и обязательно упремся, и нам придется, а, переучиваться, либо, б, к сожалению, перестать танцевать. Чтобы этого не случилось, уважаемые тренеры, научитесь себе говорить, что очень известная группа всегда говорила – стоп, 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 давайте мы не будем спешить никуда. Дети успеют еще потанцевать сложные схемы. Это стопроцентно. Второй аспект, о котором сегодня я бы хотел поговорить, это, конечно же, амплитуда исполнения в теле работы. Амплитуда рук, амплитуда тела, амплитуда движения, там, скорость, синкопы. Понятное дело, что когда мы переходим из «Детей-2» в «Юниоры», рано или поздно нам с этим придется столкнуться. И «Юниоры-1» отличаются от «Детей-2» очень сильно отличаются тем, что юниоры танцуют, кроме сложных схем, они еще и танцуют в любом случае более амплитудно, в любом случае больше, ну, хорошие юниоры, понятно, мы говорим о них, да, отличаются более, скажем так, глубоким исполнением в теле, насыщенностью танца в теле, более, допустим, линиями длинными, при этом они такие более сложные и ветеватые. Так вот, как мы должны к этому прийти? В моем понимании, вот когда смотришь на детский танец, он обычно смотрится чуть-чуть такой, бывают двух видов. Первое – хорошие линии, хорошая собранность, тонус и зажатость, к сожалению. Либо второе – ребенок достаточно пластичен, ребенок достаточно амплитуден, но это, к сожалению, граничит с расхлябанностью и разбросанностью. Так вот, как мы должны прийти к этому? И я сейчас пока говорю только о детях, вы должны понимать. В моем понимании понятно, что ребенок, маленький спортсмен, хотя 10 лет сейчас дети, сами понимаете, получше танцуют, чем мы в 20, но все равно, 10-летний, к примеру, 11-летний спортсмен, он уже должен в этом возрасте понимать, что такое наши центры. То есть он должен понимать, что такое нижний центр, центр гравитации, как он должен быть постановлен. Постановлен… Ну, у меня простительно, у меня русский неродной, поэтому все хорошо, да? Насколько должен быть у нас верхний центр, центр гравитации растянут, и как мы должны выглядеть перед танцем. То есть я обычно детям пытаюсь донести, что вы должны понимать, что самолет перед тем, как взлететь, проверяет пилот, насколько работают все системы. То есть перед тем, как начать танцевать, вы должны понимать, насколько вы подготовлены к этому танцу. То есть ваша постановка корпуса, об этом тоже говорили до меня все суперпедагоги, повторяться не будем, да, то есть центр у нас собран, верхний центр у нас растянут, есть такая линия внутренняя от центра до верхнего, которая в верхней трети чуть-чуть принимает дугообразную форму, но только в верхней трети, потому что нижняя часть ребер у нас должна быть застегнута, как на пуговице, то есть у нас должно быть ощущение, что мы одели жилетик, и он у нас держит, жилетик такой, давайте назовем его, он не знаю, железный, он не сильно растягивается в нижней части, так вот это ощущение в детском танцевании должно быть сразу, и я считаю, что даже мы должны это делать где-нибудь с детей один, то есть мы не должны об этом говорить при переходе в юниорах один, это ну поздновато мне кажется, и что мы должны делать, при этом понятно, что это зажатое состояние, мы должны что-то еще делать, так вот ощущение танца уже в детях должно быть обязательно 3D, то есть мы должны танцевать и в фронтальной области, понятно, и бедра у меня, и тело растягивается, да, в разные стороны вот эти кросс-линии наши, и мы должны добавлять обязательно сагитальную плоскость, то есть у меня бедра и линии должны растягиваться, в моем понимании, вот берем это движение кукарачи, должны растягиваться не только влево и вправо, но еще у нас должно быть чуть-чуть скрутки внизу, допустим, у меня бедро открывается назад, а сверху грудная клетка открывается диагонально вперед, и у меня получается танцевание в двух плоскостях, давайте мы попробуем это понять, что это дает, это дает наслаивание на изначально правильную постановку корпуса, мы как пирог наслаиваем, и у нас получается еще и правильная работа тела, и понятно, что вся энергия, которая идет наверх, у нас идет с пола, да, то есть со стоп, с изменения давления в стопах, дальше идет у нас через колено, и приходит в центр, где я, например, обычно объясняю детям, где у вас работает солнышко, представьте, что солнышко, да, горит, и оно посылает лучи в диагональ, наверх, в диагональ, вниз, то есть одновременно лучик сюда идет, лучик сюда, и это нужно обязательно объяснять детям с определенного возраста, то есть не с самого старшего. Чтобы вы понимали, еще одно, допустим, приблизительное объяснение, которое идет, это замедленная съемка при включении елочки, когда гирлянда включается снизу наверх, она не включается сверху вниз, мы это прекрасно понимаем. Соответственно, наши дети должны понимать, это уже в детях два, начинать подготавливать растягивание корпуса, растягивание тела, амплитуду исполнения тела, потому что все же в юниорах мы танцуем все то же самое, но больше. Нужно, в моем понимании, не позже, чем ко второму году детей два, потому что в моем понимании, если вы не начали их подготавливать в детях, в юниорах, скорее всего, уже будет поздно. Потому что если в первом пункте, который я объяснял, я говорил, что надо подождать, надо дождаться того момента, что дети будут готовы в юниорах танцевать более сложные схемы, тут главное не опоздать. В моем, как бы из моего опыта, я вспоминаю там русскую пословицу, готовься они летом, нам нужно детей подготовить до перехода в юниоры, как в юниоры один, по амплитудному исполнению и по работе тела. Аналогия такая, стиль работы должен быть такой. Вот вы представьте, что вы раскрываете шпагат, ну, идет растяжка, да? То есть мы доходим до определенного момента, когда нам сильно больно, мы ждем, эту боль перетерпеваем, мы привыкаем к ней, нам становится уже не так больно, и только после этого мы начинаем дальше растягивать. Так вот, в танцах при подготовке амплитуды работы тела детской точно так же. Мы доходим до определенного уровня, закрепляемся там. Вот у меня лектор назвал очень хорошее слово «чекпоинт». Мы там закрепляемся, мы к этому привыкаем, и только после этого идем дальше. Нам нужно понимать, что дети – это индивидуальность, да? Они маленькие и они разные. Хорошие, плохие не бывают, конечно же. Так вот, вы должны понимать, что для них нужно работать чуть-чуть по-другому. Некоторым детям нужен месяц, чтобы привыкнуть и постоянно исполнять. Потому что если твой ребенок выполнил один раз это упражнение шикарно, это еще ничего. Некоторые дети могут и 20 раз выполнить хорошо, а на 21 на турнире плохо. Поэтому нам нужно точно быть уверенными, что этот ребенок готов для дальнейшего шага по развитию тела, для дальнейшей амплитуды. Вы должны понимать, что мы можем добавлять по миллиметру 2 в неделю, месяц каждому, и это большой успех, если что-то добавляется. Так вот, давайте попытаемся сейчас попросить наших… Ну, я попытаюсь, они, конечно, станцуют, мы уже договаривались с ними. Дети 2 наши выйдут и станцуют вам ту же схему с большей работой тела, с большей амплитудой. И мы посмотрим, насколько будет разница между ними и, надеюсь, что между юниорами. Потому что все равно детское и юниорское танцевание должно все равно отличаться. Субтитры создавал DimaTorzok И чтобы не терять время, давайте быстренько попросим юниоров танцевать, потому что еще есть что сказать, а времени немного. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы, я надеюсь, увидели разницу. Она была, правда, не сильная, но была. Так вот, какими упражнениями нам надо детей учить? Ну, понимание там, как изменять амплитуду. Ну, первое, самое простое, мы шагаем и в самых АЗОВ учим детей пониманию сторон. То есть, если я шагаю правой ногой, то у меня поворачивается правая сторона, пытаемся это сделать, чтобы плечи были обособлены, чтобы они не поворачивались. Это очень просто, и дети с определенного возраста начинают это делать практически все. Далее, то, что я сказал, когда у нас поворачивается через солнышко, допустим, бедро начинает давить лево, выходит правая сторона, это кукарача, и мы должны делать достаточно много этого движения перед зеркалом. Ну, и дальше все сложнее и сложнее. То есть, мы начинаем... Очень такой наглядный пример для меня – это пирог. Несколько слоев. Мы наслаиваем друг на друга. Ну, и работа рук, которую мы должны детям объяснять, что руки, они не могут быть обособлены. Понятное дело, что наши руки не могут сами по себе танцевать. Мы, кстати, очень часто видим на среднем уровне танцоров или там низкого уровня танцоров, когда они начинают что-то танцевать руками. И это что-то абсолютно не связано ни с ногами, ни с телом, и вообще ни с чем. У меня обычно вызывает это... Ну, когда я сужу, вызывает недоумение. Я не могу понять, что он делает руками. И это самое плохое, что можно исполнять. В моем понимании, лучше руки просто держать в форме и ничего ими не делать, нежели когда мы поднимаем ветер такой, что у некоторых судей планшет падает из рук. Вот это надо четко понимать. Вентиляторов не судят. Вентиляторы нужны летом. Летом турниров меньше. Так вот, большая просьба от меня доносить детям, и мы, я уверен, что почти все из этого делают, что работа рук бывает только такой. Руки повторяют работу тела чуть с большей амплитудой. Ну, давайте скажем так, не чуть больше, с большей амплитудой и с неким опозданием. Кроме постановочных моментов. У нас есть моменты, когда мы делаем четко постановочное движение рукой, и это делаем, допустим, через каждый тур, потому что тренер такой молодец, ну, как я, и он меняет каждый тур там то вперед, то в сторону. Допустим, это окей, работает, но это одно-полтора движения за схему. Когда это происходит постоянно, и ваши руки делают что-то типа нового танца, уже не нового тектоника, ну, никто это не судит, поверьте мне. Никому это не интересно, и это не нужно. Третий пункт, который я хотел быстро попытаться обсудить, это отличие детей по взаимодействию, так называемому физическому взаимодействию, видению, да, не люблю я это слово, но обязательно приходится говорить, и по выразительности танцевания. Детское танцевание от юниорского в этом отличается в корне. Мы должны понимать, что, конечно же, взаимодействие это нужно также учить, как второй пункт детей самых азов. Я искренне считаю, что нельзя делать таким образом. Искренне считаю, и со всеми спорю, если кто-то начинает говорить другое. Нельзя говорить так. Ребенок еще не готов к взаимодействию в паре. Потому что если мы будем уповать на то, что ребенок пусть перво сам научится танцевать, а потом мы начнем его учить видению какому-то взаимодействию, то, поверьте мне, мы его так и не научим. Нужно это делать точно так же, как второй пункт, степ-бай-степ. То есть мы должны постоянно понимать, что если мы по чуть-чуть вкладываем нашего спортсмена информацию о том, как нужно вести, о том, что партнер, он не может быть обособлен от партнерши, о том, что они должны танцевать в комфорте друг с другом, не нужно друг друга сбивать, стаскивать, или наоборот, перебашивать видением, что партнерша должна сидеть в машине как пассажир, а не как водитель, и не должна прыгать на руль, соответственно, она должна делать то, что предлагает партнер, и давать шанс партнеру это предложить. Потому что если партнерша кричит, то он не ведет, есть вероятность, конечно, что так, но, скорее всего, она идет вперед, и не дает ему даже шанса попытаться повести. Поэтому давайте попытаемся детей учить с маленького возраста, что такое танцевание в паре, потому что дальше мы приходим опять к этому пресловутому переходу из детей два в юниоры, где вроде как бы более такой взрослый танец, и нам надо попытаться показать взаимодействие, а ребенок этого не умеет. И, соответственно, тут два варианта. А. Либо мы просто не трогаем это, и каждый танцует сам по себе, что противоречит самому понятию танец, то есть танец это парный танец, соответственно, мы должны танцевать вместе. Если я пригласил девочку на танец, я поставил ее, допустим, перед собой на какой-нибудь очень красивый леничный танец, медленный, да, и я начинаю сам качаться в разные стороны, она стоит, я ее даже не пытаюсь никуда везти, то эта девочка, ну, как минимум, больше со мной не будет на этой дискотеке танцевать, и это надо доносить детям. Так вот, в моем понимании это очень важно. Второе. Что касается юниоров. Понятное дело, если мы приходим к юниорскому танцу, и мы пытаемся только в юниорах на сложных схемах, как чаще всего бывает, научить что-то там типа везти партнершу, то тут возникают еще большие проблемы, потому что это невозможно. Они не умеют даже элементарные шаги делать с ведением, а тут надо синкопированный ритм, амплитудное исполнение плюс ведение. Так не работает. И второе, вот эта выразительность, о которой говорят эмоции, там, это очень хорошо, и это обязательно нужно. И я искренне считаю, что выразительное танцевание очень глубоко переплетено с возрастом. Ну, потому что в 11 лет понятие ромбы, и в 13, оно правда разное. Если в 11 лет у нас танец дружбы, то в 13, танец, ну, давайте назовем, окей, симпатии, но уже точно не дружбы. Если в 11 лет девочка испытывает вселенские страдания, грусть и любовь к партнеру, это смотрится, ну, ну, не люблю слово вульгарно, давайте назовем странно. Это смотрится очень странно. Я хочу, чтобы каждый ребенок танцевал эмоционально и своего возраста. Я прекрасно понимаю, что сейчас дети, правда, не те, что раньше, и трава раньше была зеленее, и все это, понятно, старческое брюзжание от меня, но все равно я хочу, чтобы 11-летний ребенок мне показывал те эмоции, к которым он готов по возрасту. Это важно. И я хочу, чтобы 13-летний ребенок тоже показывал те эмоции и не перебарщивал, и не дергался, и не делал такие сумасшедшие там выражения лица, и это было очень мило и понятно для меня, да, София? Мне хочется, чтобы так все танцевали юниоры, искренне. Так вот, давайте попытаемся сейчас попросить наших детей станцевать ту же схему, у меня все время, я хочу, чтобы вы выучили наизусть эту схему, ту же схему детскую и ту же схему юниорскую в разной детской, как бы, и по взаимодействию физической интерпретации, и по взаимовыразительности, и в юниорской. Только я вас попрошу чуть ближе встать, чтобы люди вас видели. Давайте еще раз посмотрим на них. Ясо, ясо, ясо. Само на арте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок что он хочет видеть вообще в молодежи, ну и какой итоговый результат он хочет видеть в принципе. Все мы понимаем, что природа за нас некоторые вещи делает, но мы прекрасно понимаем, что она еще очень часто отдыхает, и нам надо за нее как-то подправить то, что она не доделала. Поэтому мы должны знать, исходя из физических параметров спортсмена, или исходя из психофизиологических каких-то в голове понятий спортсмена, что нам нужно и на какие кнопки нажимать, чтобы этот ребенок в направлении правильным ростом. Потому что река течет все равно, она будет течь постоянно, пока тает ледник, к примеру. Но мы можем изменить чуть-чуть русло этой реки. И так вот я хочу, чтобы вы понимали, что если мы, в моем понимании, путь спортсмена от детей до взрослых — это река. А куда она будет течь зависит от нашей работы, зависит от нашего желания, и, конечно же, зависит от того, насколько нам не сильно мешают родители. Потому что в основном они, конечно же, мешают. Нам нужно понимать, что мы хотим на два шага вперед. Тогда, правда, переход из юниоров в дети будет вообще не страшен. Спасибо. Всем добрый вечер. Вас не так много осталось. У вас было очень много замечательных лекций. И мне пришлось по ходу сегодняшнего дня немножко изменить, наверное, мою установку на сегодняшний день. И я бы хотел поговорить совершенно о других действиях, которых изначально планировал. У нас действий много. У нас есть естественные действия. Это там поворот головы, подъем руки, ноги, сдвиги, чесание. Вот все то, что мне не очень нравится, когда делают танцоры перед выходом на паркет или перед началом танца. То, что сегодня очень явно продемонстрировал Валентин Воронов с Алиной Мрековой. Я хочу сегодня поговорить немножко о других действиях. Поэтому я хочу пригласить своих ассистентов. Это Павел Тищенко и Настя Самуилова. И вторые ассистенты, которые сегодня изменили мою лекцию, это Антон Трубин и Екатерина Казмирчук. Я бы хотел сегодня затронуть такую тему. Действия как ваша моторика. Моторика как проявление чувств. Моторика как передача информации. Да, и моторика как копирование вашей работы с полом. Значит, для этого я хочу сейчас немножко продемонстрировать то, что можно сделать только касанием. То есть, если мы знаем свои желания. Если мы знаем, что мы хотим от своей партнерши или партнера. Если мы умеем грамотно передавать информацию. Да, мы можем это воспроизводить на любых танцах и в любой программе. В латине и в стандарте. Значит, я хочу поговорить сегодня о двух видах моторики. Это проникающая моторика, когда мы берем партнершу за руку. И проникаем внутрь ее тела. И создаем ей образ, пластику. Ну, а зато перемещение, когда мы будем говорить уже в другой части лекции. То же самое могут нам исполнить ребята. Да, я бы хотел, чтобы сначала Антон попробовал сделать форму Екатерине, ту, которую он хочет, при постановке в пару. Это может быть шейп, это может быть просто подход в пару. Да, именно с проникающей моторик. И попробовать без собственного перемещения, Антон, без собственного перемещения попробовать только за счет моторики слепить у своей партнерши. Спасибо. То же самое может делать партнерша. Например, если мы встаем в пару с партнером, значит, посмотрите, что изменится, если партнерша дает ему проникающую моторику. Это ее внутреннее желание, каким она хочет видеть партнера своего. Партнерша попробуйте на примере латиноамериканской программы и стандарт. Так, партнерша, Антон. Это все Катя, да? Без перемещения, пожалуйста. Значит, партнерша создает партнера только моторик. Спасибо. Следующее, да? Я бы хотел, чтобы вы умели создавать свою партнершу, освобождая ей энергетическое пространство, например, в своей собственной кисти. Это, опять же, ваше желание. Это можно делать и на стандарте, и на латине. Спасибо. Партнеры, попробуйте, пожалуйста, чтобы это не было как запланированная акция. Без перемещения. Партнеры создают только, да, можно правой-левой рукой. Да, спасибо. Очень хорошо. Поэтому, когда мы знаем, что мы хотим от своих партнерш, мы можем это создать. Для меня вот это действие – это первостепенное. передача информации с помощью ваших желаний за счет моторики. Потому что та информация, как и в жизни, когда вы берете там девушку за руку, и вы знаете, что вы хотите передать ей. Да, свои чувства, да, желания там какие-то, да. Да, да. То есть, для меня это важно. Я считаю, что это самое принципиальное действие. Потому что, когда мы начнем танцевать, создавать партнершу, вот то, что, например, первая лекция Алексея Сильды сегодня, когда он просил красиво и правильно встать, но без вот этого ощущения моторики… Вы никогда не создадите ту картинку, которую от вас хочется видеть. Давайте немножко дальше, да, чтобы было интересней. Мы сегодня поговорим с вами о действиях не на месте, которые мы сейчас, да, а о действиях для перемещения. Перемещение не надо путать с траекторией своего движения. Если вы двигаете по сложной траектории ногу, то перемещение – это направленный отрезок или вектор, имеющий начало и конец. Какую бы сложную траекторию вы ни делали, оно все равно закончится постановкой или отрезком. Я попрошу сейчас Пашу с Настей выйти, а уже Антона попозже. Для того, чтобы получалось правильное перемещение, я своих учеников прошу создавать точки в своем теле. У нас есть две кисти, две стопы, голова, и каждый из них имеет центр тяжести. Чтобы вам было проще своих учеников быть ровными, но не зажатыми просить, я бы хотел, чтобы вы представили центр тяжести головы. не внешнюю точку, затылок, а именно центр тяжести головы, пускай это будет воздушный шарик, который уперся в потолок. Тогда все остальное тело будет веревка от этого шарика. То есть ваше тело не теряет пластики, но при этом у вас красивая постановка вверх. Может, то же самое. Значит, это первое, что бы я хотел увидеть. Да, с помощью, наверное, давления в пол, о том, что говорил Альберт, да, но мне бы очень важно было, чтобы вы чувствовали центр тяжести головы. Не внешнюю точку, а в ноль. То же самое мы говорим с вами о кисти. Что мы можем представить как центр тяжести? Ваши стопы. Мы очень много можем говорить о работе стопы. Там каблук, носок, как мы используем пол. Но если вы сейчас в данный момент представите только точки, вам будет гораздо проще просто двигаться. Да, ребята попробуют просто подвигаться, чувствуя пять точек. И шестую точку, которую я хотел бы предложить вам. Антон, можно тоже встать? Эта точка у каждого индивидуальная. И часто она зависит от того, в какой обуви вы находитесь. То есть, с изменением высоты каблука эта точка меняется. Для меня это точка естественного сгиба. То есть, если каждый из них нагнется вперед, у каждого эта точка будет в своем месте. Индивидуально. Это у Насти, у Паши чуть ниже, у меня еще ниже. У Антона она немножко повыше, а у Кати самая, наверное, высокая. Я бы сейчас Антона с Катей попросил станцевать, как вы раньше двигались. Завышая свой центр. То есть, у них точка была где-то здесь. Станцуйте в порядке. Спасибо. Можно ту же самую вариацию повторить с точкой сгиба. Спасибо. Может быть, сильно картинка не изменилась. Для меня она изменилась. Может быть, это визуально не для всех заметно. Но самое важное, что им гораздо лучше. Гораздо проще и ощущение меняется. То же самое, когда мы говорим о перемещении на обычных шагах. Значит, если Настя занизит точку свою, посмотрите, как она будет перемещаться. То есть, в принципе, неплохо, да, но ей не совсем комфортно. Как только она ощутила свою точку, которая ей нужна, у нее добавилась пластика и более легкое перемещение. Паша, сразу правильный вариант. Спасибо. Следующее, о чем я бы хотел поговорить, о какой точке. Эта точка, наверное, центр голени, причем опорной ноги. Если мы представим, что мы делаем кукарачу, да, или обычный шаг в сторону, мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что первая точка в вашем теле будет, там, ни грудь, ни верхний, ни центр, ни нижний. Первая точка будет вашей двигаться, это опорная голень. Шаг в сторону. Если Павел танцует кукарачу, вы четко посмотрите на его голень. Еще раз повторяю, первая точка, двигающаяся в сторону движения, или в сторону перемещения, это будет центр тяжести голень. Например, если я попрошу Антона станцевать полправого, в медленном вальсе, да, вы тоже увидите, что первая часть тела, которое двигается вперед, это будет голень. А вот уже с помощью этого мы можем двигать и свой центр сгиба, нижний центр, управлять верхним центром, головой и прочее. Для того, чтобы вам было понятней, как же начать ваше перемещение, я попрошу даже вас сделать широкую позицию, так, чтобы задняя нога была на подушечке. Я хочу, чтобы вы создали такое действие – подтягивание. То есть мы сейчас будем делать шаг вперед. Значит, я не люблю слово «выталкивание», я люблю слово «подтягивание». Значит, если вы собираетесь двигаться вперед, я хочу, чтобы сейчас, вот все танцоры, да, сдвинулись только за счет опорной стопы, и все это подтягивание длилось ровно перемещение в ваш шаг. Если мы подтягиваемся и чувствуем центр голени, тогда у вас естественное движение вперед. Независимостей, в какую сторону вы двигаетесь. Если я Антона попрошу двигаться назад, он тоже будет… Ногу вперед поставь. Ногу вперед поставь. Тоже будет подтягиваться. Вот этим вот. Назад. Ставя ногу, он состоит подтягивание. Следующая. Поближе, пожалуйста. Назад. 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 Спасибо. Я хочу, чтобы, наверное, вы поняли одну простую формулировку. Катись. Какую работу совершают ваши ноги? Когда мы идем по улице, у вас левая нога ставит правую, правая нога ставит левую. Самая простая работа, которую мы совершаем. В чем отличие, например, когда мы делаем румба-вок? Отличие в том, что мы все знаем, что мы должны с носочка наступить. Отличие от шагов вперед обычной жизни – мы больше задерживаемся на ноге. Спасибо. Такой у меня экспресс-курс, поэтому я хочу чуть быстрее, чтобы вам было немножко понятнее. Понятнее. Значит, если у нас опорная нога ставит левую, опорная нога ставит свободную, значит, она может задавать размер, динамику, ускорение, что связано с динамикой, силу этого шага, то есть, да, какое-то определенное давление в пол. То есть все, что мы хотим сделать, мы должны сделать на опорной ноге до шага. Поэтому своим ученикам я говорю следующее, что любое действие должно быть для движения, и нога создает всегда следующий счет. То есть, если я попрошу Павла станцевать под музыку румба, например, да, кукарачи. Сначала кукарачи, а потом скользящие дверцы. Можно музыку? Два, три, четыре. Если вы внимательно посмотрите, он каждый раз ногой создает следующий счет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я Антона с Катей попрошу состанцевать виск медленного вальса. Без музыки, да? С работой ноги на следующий счет. Да, если вы обратите внимание, то опускается Антон правой ногой, а с левой ноги он только уходит вперед. Еще разочек сделайте, пожалуйста, один. На, какую-то продолженную фигуру станцию вместе сейчас. Еще разочек. Катя, помоги, пожалуйста, мы тоже, создавая ногой, следующий счет. Опускаюсь, опускаюсь левой. Да. Спасибо. Можно, пожалуйста, станцуйте часть вариации, которую мы вчера затрагивали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Не все получилось, но мы пока стремимся к этому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Новое пока ощущение там, ну, короче. Следующий термин, который я хотел бы ввести, это опорные руки. Опорные свободные руки. Значит, мне бы хотелось, чтобы вы четко представляли, что ваши руки копируют не работу вашего тела, а копируют работу ваших ног. То есть, если у меня левая нога опорная, и я собираюсь двигаться сейчас на шаг в сторону, у меня левая рука должна совершить такую же работу, как и левая нога. Сейчас мы поговорим о кисти и стопе. То есть, наша стопа остается на месте, несмотря на то, что мы, да, подтягиваемся в сторону, создавая перемещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще разочек. Назад ногу. Назад ногу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, один только шаг. Один шаг. Когда мы создаем счет три, мы также руку оставляем на месте, кисть, потому что она копирует работу ноги. Значит, Паша, сделай мне пока попроще, без изменения вращения и всего этого. Просто шаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто шаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотел, чтобы вы еще чуть дольше руку оставляли, когда уходили, показывая работу опорной ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы к этому добавите моторику и, да, изменения в вибрации, может быть, траектории в опорной ноге, то получится взаимосвязь работы тела и ног. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас появляется единый слаженный пластичный организм, несущий напряжение и совершающий работу без потери энергетики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если мы это интерпретируем на основные движения, например, открытый хип-твист, вы посмотрите, как это ваши руки, связанные с ногами, отразятся на ведении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай поподробнее расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы совершаем работу по первому шагу за счет левой ноги. Ваша левая нога остается на месте, левая стопа. Поэтому я бы очень просил, чтобы кисть ваша осталась тоже на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, теперь у вас рука становится свободной в тот момент, когда вы начинаете работать уже правой ногой. Так вот, пускай она будет свободной. И она начинает работать свою только в тот момент, когда она опорной становится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выхт вверх. Стоп. Вот здесь тоже рука получается опорная. Потому что ногой мы создаем счет четыре раз. Четыре раз. Два. Вот в этот момент у партнерши работает еще левая нога, у партнера работает правая. Поэтому рука может быть свободной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если я попрошу Антона выйти, например, в променад, мы тоже можем провести работу опорной руки и опорной ноги. Если он выходит в обычный с подготовительного шага, да, в променад он будет выходить, работая левой ногой. И как только он начнет правой ногой работать, его кисть останется на какое-то время правой на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В левом повороте венского вальса тоже можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В левом повороте венского вальса. Молодец. Покажи, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз только выход в променад. Еще разочек. Момент именно работы правой ноги. Начало. Спасибо, да. Вот сейчас было хорошо. У нас есть еще время? Молодец. Пять минут, да? Хорошо. Давайте мы попробуем без музыки тему, которую мы взяли. Действие. Моторику вашу. Опорная голень. Центр сгиба, ощущение головы, рук. На простых фигурах очень медленно. На ваших схемах может. Ваши вариации простых фигурах, да. Ну, да. Мокстро. Мокстро. Давай. Окей. Отсущение вставания в пару. Катя помогает партнеру быть лучше. Антон, попробуй оформленную руку. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А Пашу с Настей я попрошу создавать следующий счет. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...